Грофсман, Достоевский, Москва, издательство «Молодая гвардия», 1965 год. Юность Достоевского. Глава первая. В больнице для бедных. Семья Штаплекая. Среди московских студентов, призванных незадолго до Бородинского сражения к работе в лазаретах, находился и слушатель медико-хирургической академии Михаил Андреевич Достоевский. Ему предстоял долголетний труд в рядах армии. Только в декабре 1820 года он был уволен от военной службы в звании полкового врача первого класса. Он прошел за эти годы суровую жизненную школу. В переполненных тыловых госпиталях, в удушливом запахе крови и разложения он неутомимо производил свои бесчисленные операции и ампутации, наблюдая войну не в геройской обороне и генеральных сражениях, а в массе ее растоптанных жертв. К моменту окончания кампании ему было всего 30 лет. Но он навсегда утратил жизнерадостность и никогда не смеялся. В марте 1821 года демобилизованный штаб-лекарь был определен врачом в Московскую Мариинскую больницу для бедных, куда и переехал с молодой женой и грудным младенцем своим первенцем Михаилом. Через полгода, 30 октября, в новой казенной квартире Достоевских родился их второй ребенок, получивший имя Федора. Место, куда переселился по своей новой должности ординатор армейского госпиталя и где появился на свет его знаменитый сын, издавна считалось одним из самых печальных участков Старой Москвы. Еще в начале девятнадцатого века на этой окраине Сущевской части находилось кладбище тогдашних отверженцев общества, бродяг, самоубийц, преступников и их неопознанных жертв. Все это урочище называлось «убогим домом», а охранители таких беднейших погостов получали прозвище «божидомов». Здесь же находился приют для подкидышей и дом умалишенных. В 1806 году на этом месте страданий и скорби было отстроено зодчим Жилярде великолепное ампирное здание с фронтоном и эдорической колоннадой. Оно было отведено под благотворительное учреждение, лечебницу для неимущих. Улицу, ведущую мимо ограды этой усадьбы, назвали «божидомкой». Именно здесь будущий художник большого города рано присмотрелся к его низам. Этот серенький лют привлек его сочувственное внимание и вошел в его творчество одним из главных объектов изображения. Достоевские происходили из старинного дворянского рода, представители которого с XVI века упоминаются в различных документах Юго-Западной Руси. Многие из них достигли видных ступеней и стали известны как члены главного трибунала, маршалки, судьи, хорунжи и епископы. В 1506 году им была пожалована грамота на село Достоево в Пинском повете между реками Пиной и Яцольдой, после чего эти служивые люди стали именоваться по своей земельной вотчине Достоевскими. За пять веков границы менялись не раз, и род Достоевских, живших на литовско-белорусских и украинских землях, оказывался то в России, то в Польше. Архив Юго-Западной России, часть 6, том 1, приложение 71, 73, 74, Любимов Достоевский. К вопросу об его происхождении. Литературная мысль, 1923 год, номер 1, страница 203-210. Примечание автора. Властные, пылкие и неукротимые в своих страстях и вожделениях, они не раз упоминаются в книгах стародавних судных дел, изданных Виленской археографической комиссией. Так в конце шестнадцатого века некая Мария Стефановна Достоевская обвинялась в убийстве своего мужа Станислава Корловича при помощи наемника Яна Тура, в покушении на убийство своего пасынка Кристофа Корловича и в составлении подложного завещания для владения их имуществом. Эта леди Макбет Пинского повета была приговорена к смертной казни, временно отсроченной королем. В середине семнадцатого века воин Филипп Достоевский обвинялся сыновьями старосты Речицкого в разграблении их имущества и нанесении побоев, принадлежавшим им крестьянам. Но одновременно хроника рода называет в его рядах и видных исторических деятелей. Таким был в шестнадцатом столетии домовник Федор Достоевский, то есть служебный шляхтич при знаменитом русском князе-эмигранте Андрее Курпасском, посылавшем из Литвы и Польши свои громовые памфлеты Ивану Гроссному. К восемнадцатому веку род Достоевских, не принявший католичество, был вытеснен из рядов западного дворянства, обеднел и захудал. Дед писателя уже нес скромную службу протеерея в глухом городке Подольской губернии Братславе. Один из его сыновей Лев Андреевич был священником на селе, из шести дочерей три стали провинциальными попадьями, а три другие — женами мелких украинских служащих. Только младший сын Братславского пастыря Михаил, отец писателя, построил свою жизнь необычно и самовольно. Еще не достигнув совершеннолетия, он бросает каменец Подольскую гимназию и бежит из отчего дома. Безвестный Попович поступает в Московскую медико-хирургическую академию, работает в госпиталях и становится врачом столичной бедноты. Но этой гуманной профессии мало соответствовал характер Михаила Андреевича, неуживчивой и ожесточенной жизненной борьбой. Это был, по свидетельству близких, человек чрезвычайно раздражительный, крайне вспыльчивый и заносчивый. Он представлял собой тип упорного и неутомимого работника, угрюмо исполняющего свой жизненный долг, нетерпимо требовательного ко всем окружающим. Вспышки его гнева были ужасны. При всем этом он отличался крайней скупостью и страдал тяжелой формой алкоголизма. Характер отца и созданная им невыносимая атмосфера в доме глубоко омрачили детство и отрочество Достоевского. С четырехлетнего возраста мальчик уже ощущал этот деспотический гнет головы семейства. Поверяя одному из петербургских друзей историю своей жизни, Достоевский сообщал ему многое о тяжелой и безотрадной обстановке своего детства. При этом об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать. О себе вспоминает автор подростка в одном отрывке из рукописи этого романа. Есть дети, с детства уже задумывающиеся над своей семьей, с детства оскорбленные неблагообразием отцов своих, отцов и среды своей, а главное уже в детстве начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, отсутствие установившихся форм и родового предания. Сохранившийся портрет Михаила Андреевича изображает довольно правильное холодное лицо с тонкими сжатыми губами и строгим взглядом под мефистофельски очерченными бровями. Высокий и шитый золотом воротник гражданского мундира, крепко застегнутый и плотно облегающий шею, завершает впечатление холодной и недружелюбной замкнутости. Этот угрюмый врач выбрал в 1819 году себе в жены девушку светлой души и жизнерадостной натуры Марию Федоровну Нечаеву. Происходила она из скромной среды старинных кустарей и мелких посадских. Это была безвестная, безыменная, ремесленная и торговая Русь. Дед писателя Федор Тимофеевич Нечаев в конце XVIII века переселяется из своей Калужской глуши в Москву и служит здесь сидельцем в лавке. Затем он вступает в третью гильдию и торгует самостоятельно в суконном ряду. Потом приобретает дом и выдает старшую дочь за представителя московской коммерческой аристократии Александра Куманина. Младшая дочь Федора Тимофеевича Маша Нечаева с юных лет воспринимала культурные влияния, идущие из другой среды, от ее матери Варвары Михайловны Котельницкой. Эта бабка Достоевского происходила из разночинной интеллигенции XVIII века. Отец ее служил корректором в московской духовной типографии еще во времена Новикова и слыл человеком умным и начитанным. Его характер, видимо, сказался на семейном быту и на воспитании детей. Отразился он и на развитии младшей внучки. Супруга штаб-лекаря любила поэзию, ценила Жуковского и Пушкина, зачитывалась романами, отличалась музыкальностью, исполняла романсы и песни под собственный аккомпанемент на гитаре. Своё глубокое чувство, любящей жены и матери, она умела выразить живым слогом своих писем, исполненных лиризма и юмора. Она была первой учительницей всех своих детей. Писатель всегда отзывался о ней с любовью и, вероятно, думал о ее грустном облике, создавая кротких и обреченных героинь своего позднего творчества. Старинная пастель, написанная в год возникновения Евгения Онегина, изображает Марии Федоровну в белом платье с открытой шеей и не спадающими шелковистыми локонами вдоль щек. Это наряд и прическа Татьяны. Взгляд молодой женщины ласковый и задумчивый, лоб высокий и развитой, еле уловимая улыбка оживляет тонкие губы, лицо одухотворенное, умное, чуть грустное и матерински приветливое. Сын Федор напоминал мать очертаниями лба, удлиненным разрезом век и пристальным взглядом, но только исполненным пытливого и скорбного раздумья. В 1823 году семья перебралась в другой флигель больничного здания, где и прошло все детство Феди с двухлетнего возраста. Старшим мальчикам вскоре отвери особую комнатку, отгородив часть передней. Свет скупо проникал в эту полутемную детскую, окрашенную к тому же в тусклый темно-перловый колер. Описывая впоследствии тесные петербургские мансарды, похожие на шкаф или гроб, где даже мысль теряет способность к полету, Достоевский, вероятно, вспоминал и мрачный чулан на божедомке, где впервые стали развертываться его поэтические видения. Но и сама жизнь уже раскрывала ему свои подлинные драмы и вызывала его мысли на первые недоумения и раздумья. В больничном саду он любил разговаривать с больными в казенных халатах верблюжьего цвета, любил всматриваться в этих бледных и грустных людей, полураздавленных скрытым страданием. Это о них рассказывали своими непонятными латинскими терминами «скорбные листы», за которыми в угрюмом молчании проводил вечера и его отец. Гостей у Достоевских почти не бывало. Из близких родственников семьи особым уважением пользовалась старшая сестра Марии Федоровны Александра, супруга именитого гражданина и коммерции советника Куманина. «Покойная тетка», — вспоминал Достоевский, — «имела огромное значение в нашей жизни с детства до шестнадцати лет. Многому она способствовала в нашем развитии». От этой влиятельной родственницы шли к подрастающим племянникам воззрения и предания московского купечества разных разрядов, от мелких промышленников сыромятной слободы до потомственных дворян и пайщиков в крупнейших предприятиях, связанных с российско-американской компанией. От представительницы этой торговой среды младшие Достоевские воспринимали исконные воззрения всего ее круга о всемогущей власти денег в людских делах и мирских отношениях. Неотразимым воплощением этой материальной мощи выселся в одном из тихих переулков Покровки над живописным обрывом к реке нарядный Куманинский особняк, разукрашенный фарфором, бронзой, картинами и зеркалами. В скромную лекарскую семью на божидомку Александра Федоровна приезжала в карете цугом в упряжке четырех лошадей с выездным лакеем на запятках и форейтером на козлах. Родственные беседы в тесной гостиной больничного флигеля незаметно утверждали в сознании подростков правила благочестия, ослагавшиеся веками в патриархальном мире московской купли-продаж. Преданность церкви и верноподданность царю, соблюдение православных обычаев и непрерывное наполнение несгораемых касс — вот к чему сводился идеал этой среднемещанской и крупнокубеческой среды. Из таких разнородных социальных влияний слагалось раннее мироощущение Достоевского. Предания обедневшего рода юго-западных шляхтичей переплетались с житейскими навыками третьи гильдейских московских купцов, сумевших породниться с крупнейшими столичными негацантами. Но, быть может, сильнее всего здесь сказывалась традиция умственной культуры, восходящая к начетчику XVIII века прадеду писателя Михаиле Котельницкому, выправлявшему в московской духовной типографии наборы философских трактатов и богословских сводов. От него шла в коммерческую среду Нечаевых любовь к книге, к поэзии, умозрению, картинной речи. Был в роду Достоевских и поэт. «Когда мои предки покинули темные леса и топкие болота Литвы, — пишет дочь писателя, — они были, вероятно, ослеплены светом, цветами и эллинистической поэзией Украины. Их душа была согрета южным солнцем и вылилась в стихи». Известна действительно покаянная песнь одного из Достоевских, напечатанная в богогласнике конца XVIII века на Волыне, и, по мнению брата писателя Андрея Михайловича, принадлежащая перу их деда, братсловского протеерея Андрея Достоевского. Путь поэтов рано стал манить старших сыновей штаб-лекаря. Жизнь с малых лет приобщила их к миру искусств. Первым выдающимся событием детства Достоевского было его раннее знакомство с народным творчеством. В большом многодетном семействе никогда не переводились кормилицы из ближайших деревень. До нас дошли безвестные имена этих крепостных крестьянок — Дарьи, Катерины, Лапотницы, Лукерии. Они открывают литературную биографию Достоевского легендарными образами «Жар птицы» и Алеши Поповича. Писатель не раз вспоминал и свою няляшку-москвичку, скромную женщину удивительного душевного благородства, взятую из мещан и с достоинством называвшую себя гражданкой. Она умела увлечь лекарскую детвору поэтическими вымыслами проостродума и других героев устной поэзии. «Наша няня Алена Фроловна», — писал в 1876 году Достоевский, — «была характера ясного, веселого и всегда нам рассказывала такие славные сказки». Бесправные женщины крепостной страны незаметно выполнили большую жизненную задачу. Они пробудили влечение мальчика к устной поэзии его народа и одновременно послужили возникновению того прекрасного языка, свободного и взволнованного, глубоко русского и неизгладимо выразительного, которым со временем будут написаны его всемирно знаменитые книги. По бытовым навыкам своей патриархальной семьи, чтившей старинные обычаи и соблюдавшей заповедные обряды, Достоевский был рано приобщен к замечательным памятникам русского зодчества и народной живописи. «Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным», — вспоминал писатель под конец жизни. В 1859 году по пути из Сибири в Тверь он делает крюк, чтобы снова взглянуть на полюбившиеся ему с детства художественные ценности Сергиева Посада. Византийские залы, собрание драгоценностей, одежды Ивана Грозного, монеты, старые книги, всевозможные редкости — не вышел бы оттуда. Здесь мальчик Достоевский видел одно из высших достижений средневековой русской живописи — Троицу Андрея Рублева, гениальное воплощение старинной народной мечты о прекрасном человеке. А в одной из своих статей 1847 года он называет и Московский Архангельский собор, и редкости — Грановитые палаты, и могилу Бориса Годунова, ряд памятников, навсегда запечатлевшихся в его отроческом сознании. Древняя столица раскрывалась подчас перед младшими Достоевскими и своими живыми народными зрелищами. Был у них двоюродный дед Василий Михайлович Котельницкий, которым в семье гордились. Он был профессором Московского университета по курсу врачебного веществословия, то есть фармакологии, а одно время состоял и деканом медицинского факультета. Ученым он был все же очень скромным, и его слушатель Пирогов с большим юмором описывает комические несуразности его лекций о снадобьях и зельях, вызывавших веселое настроение молодой аудитории. Но Добряк считался защитником студентов и, будучи бездетным, очень полюбил своих внучаток-племянников, которых к нему обычно привозили на Пасху. Домик Василия Михайловича находился у самого Смоленского рынка, так что в праздник из окон были видны знаменитые святочные балаганы под Новинским с красным кумачом занавесок и разноцветными самодельными афишами. Сюда-то и водил дедушка Котельницкий своих маленьких гостей с дальней божидомки, показать им затейников и штукмейстеров, ученых собак и обезьян, восковые фигуры королей и генерал-аншефов. Здесь будущий изобразитель каторжного спектакля впервые почувствовал прелесть народного театра и мог ощутить в целой труппе паяцев, клоунов, селачей и прочих петрушек яркий самоцветный дар бродячих скоморохов Древней Руси. Но и классический театр вскоре раскрыл Достоевскому мир высоких эстетических наслаждений. «Десяти лет от роду я видел в Москве представление разбойников Шиллера с Мочаловым», — вспоминал через полстолетия романист. «И уверяю вас, что сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно». Разнообразны были ранние литературные впечатления Достоевского. Разнородные сочинения наполняли и книжный шкаф, стоявший в гостиной штаб лекаря, как едва ли не главное украшение их скромной казенной квартиры. Сильнейшее впечатление оказала на Достоевского книга, по которой мать обучала его грамоте, сборник историй Ветхого и Нового Завета. Художественное значение этих легенд ценилось великим романистам всегда. Он видел в них выдающиеся произведения народного эпоса, полные драматизма и лирики. Особенно увлекла его в ряду этих мифов книга Иова с ее рассказом о неповинном страдальце, безропотно перенесшем посланные ему Богом тяжелые испытания. Гибель близких, разорение, проказу, нищету. За это он был исцелен, восстановлен в своем благосостоянии, снова стал отцом многочисленной семьи и умер в старости, насыщенной днями. — Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг, — сообщал писатель жене в 1875 году. — Бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плачь. Эта книга, Аня, странно это, одна из первых, которая поразила меня в жизни. Я был еще тогда почти младенцем. В искусство романа ввела Достоевского забытая ныне писательница XVIII века Анна Радклиф. Она утвердила в европейской литературе новый вид романа. Он назывался готическим из-за влечения его авторов к рыцарским преданиям Средневековья, запечатленным в скульптуре и витражах архитектурной готики. Он назывался черным по мрачности сюжета и траурному колориту. Его определяли также как роман кошмаров и ужасов, поскольку он строился на вещих снах, предчувствиях, гибельных, признаменованиях. Но весь этот фантастический колорит питался реальными фактами. Необычайное и потрясающее сочеталось здесь с тонким мастерством реалистической живописи, какую показали английские изобразители общественных нравов Филдинг и Смоллетт. Техникой такого жуткого и захватывающего повествования Анна Радклев владела в совершенстве. Достоевский в раннем детстве за неумением грамоте слушал в долгие зимние вечера, замирая от восторга и ужаса, как родители его читали на сон грядущие многотомные эпопеи английской романистки, а потом бредил во сне, как в горячке. А братцы такого повествовательного жанра любила, видимо, с юных лет московская купеческая дочка Маша Нечаева. Как и ее сверстницам, уездным барышням десятых-двадцатых годов, ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Она и не догадывалась, что своими увлечениями этой авантюрной и чувствительной литературой она уже предопределяла великую деятельность своего резвого и пылкого сынишки, которого называли в семье «настоящий огонь». Можно ли было предвидеть те заревы мыслей и чувств, какие зажжет со временем в мировой культуре этот мальчик с божидонки? Тульское поместье Он не знал в раннем детстве открытых горизонтов. Замкнутой больничной оградой Достоевский почти до отроческих лет был оторван от русского пейзажа. Липовые аллеи вокруг приемных покоев и палат, Марьина роща с ее шатрами и комедией — вот первые картины природы, раскрывшиеся будущему художнику-урбанисту. Только после десятилетнего возраста Достоевский узнал русскую деревню с ее поверьями, обрядами и обычаями. В 1827 году незначительный чиновник медицинского ведомства Михаил Андреевич Достоевский получает чин калежского сессора, предоставлявший потомственное дворянство вместе с правом владеть населенными водчинами. В 1828 году он записан вместе с семьей в дворянскую книгу «Московской губернии», и вскоре в доме Достоевских начинают появляться сводчики или факторы по купле-продаже имений. В 1831 году врач Мариинской больницы приобрел в Тульской губернии сельцо Доровое, а в следующем году соседнюю с ним деревушку Черемошну, что составляло имение в пятьсот десятин, населенное сотней душ. Оно обошлось покупателю в 12 тысяч рублей серебром и приобщило его к господствующему классу Российской империи. Но Доровое оказалось немного радостнее божедомки. Крохотный усадебный дом, слепленный из глины и крытой соломой, походил на украинскую мазанку, а за садом расстилалась довольно мрачная и дикая местность, изрытая оврагами, по описанию брата писателя. Современные исследователи этой вотчины, Достоевских, восстановили печальную картину ее прежнего состояния. Скудость почвы, отсутствие рек и лесов, однообразный ландшафт, овраги и кустарники, избенки, крытые соломой, которую снимали в неурожайные годы для прокормления животины, страшная бедность, темнота и смертность населения, доведенного барщиной до полного разорения. Об этом красноречиво свидетельствуют и письма родителей Федора Михайловича, и наблюдения позднейших посетителей маленькой заброшенной усадьбы, где проводил свои школьные вакации Достоевский. Нищета, забитость, лихое конократство — конократством славились здешние мужики. С этой черной стихией встретился он в годы, когда душа открывается навстречу жизни. Уже в ту пору душа содрогнулась в нем. Через полвека в своем последнем романе он упоминает родительскую черемошну, которую предоставит во владение своему распутному и жестокому Федору Карамадову. Но картины русской природы даже в этой скудной местности навсегда запечатлелись в памяти Достоевского. Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь. Летом 1877 года Федор Михайлович специально остановился в Москве, чтобы съездить на два дня в Доровое, посетить Черемошну, побеседовать с крестьянами, среди которых еще были его сверстники. Различны были отношения супругов Достоевских к их новой крещеной собственности. Мария Федоровна в своем управлении не прибегала к строгостям и даже сохранилась в памяти даровских крестьян, как их заступница перед грозным помещиком. Глава семьи, новоявленный тульский душевладелец, явно злоупотреблял прямой властью над личностью пашенного холопа. Даже в письмах к жене он предписывает ей сечь своих людей, меры, которые сам он, по воспоминаниям населения его поместий, применял совершенно необузданно. Неудивительно, что крестьяне возненавидели его и до времени глубоко затаили свой протест и возмущение. Вскоре после приобретения тульского поместья разразилось большое бедствие. Ранней весной 1832 года возникший при сильном ветре пожар уничтожил обе деревеньки. Прибывшие затем в свое имение Достоевские застали здесь пустырь с обгорелыми столбами. Уцелел лишь господский глинобитный домик. Крестьянские дворы, службы, хозяйственные строения, даже вековые липы, обугленные и почерневшие, представляли огромный, безжизненный и траурный пейзаж, словно воплощавший своими скелетными контурами беспросветный быт этих рабьих деревушек, над которыми полновластно реяла смерть. Об этом, вероятно, вспомнил через полстолетия Достоевский и выразил мрачные впечатления своего детства мучительными вопросами Дмитрия Карамазова. Почему это стоят погорелые матери? Почему они почернели так от черной беды? Почему не кормят дитё? Грустному пейзажу соответствовали печальные фигуры. В деревне жила бездомная дурочка Аграфена. Она бродила по полям и бессвязно вспоминала о своем умершем ребенке. Отец младенца был неизвестен. «Несчастная претерпела над собою насидия», — рассказывает Андрей Достоевский. Впоследствии в «Братьях Карамазовых» он узнал в истории Лизаветы Смердящей и Федора Павловича разработку печальной биографии Даровской-Юротевой. В августе 1831 года на опушке глухого Брыкова или Фединой рощи произошла встреча десятилетнего Достоевского с мужиком Мореем, приласкавшим перепуганного слуховой галлюцинацией ребенка. Мемуарный очерк, повествующий о том, как сидеющий пахарь оставляет свою цаху, чтобы перекрестить запачканными в земле пальцами плачущего мальчика, остается одной из выдающихся страниц в отрывочной автобиографии Достоевского. Как поведал нам сам писатель, пахарь Морей впервые показал ему, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством может быть наполнено сердце крепостного русского мужика. Об этой встрече Достоевский вспоминал на каторге, и ее же почти через полстолетия описал в знаменитой главе своего дневника писателя. Это один из живых истоков той горячей любви писателя к своему народу, которая осталась до конца в ряду выдающихся черт его творчества. В московских пансионах К подросткам пригласили двух учителей из соседнего Екатериненского института. Это был диакон, увлекший детей рассказами о потопе или приключениях Иосифа Прекрасного, и преподаватель французского языка Сушарж, впервые приобщивший Достоевского к школьным образцам своей родной литературы. Отец преподавал латынь, хорошо знакомую ему по подольской семинарии и по медицинской академии. С присущей ему строгостью он при маленьшей ошибке в ответах прерывал склонения и спряжения, окриками, лентяи, тупицы, и, отбрасывая старинный учебник Бантышева, гневно прерывал урок. Неудивительно, что никакого интереса к латинскому языку и римской литературе великий писатель никогда не проявлял, и что из всех классических поэтов Рима он назвал только однажды ювенала, и то в чужой цитате. Античная культура воспринималась Достоевским преимущественно через позднейших поэтов — Рассина, Шиллера, Гёте, Пушкина. Но зато его рано увлек тот гибкий, обширный, многогранный и глубокий жанр средневековья и ренессанса, который стал господствующим в европейских литературах новейшего времени. Роман, отразивший новые запросы бесправных горожан XIII-XVI веков. Личная предприимчивость третьего сословия впервые ставила в этой форме вопросы индивидуализма, борьбы за социальное господство, отрицания религиозных авторитетов, скептического анализа и вольнодумной иронии, всего, что придавало истории нравов характер идейных битв или философских драм. В 1833 году домашнее образование старших сыновей было закончено. Михаил и Федор поступили на полупансион к французу Сушару, переименовавшему себя на русский лад в Драшусова. Отдельные черты этого учебного заведения отразились в одном из лучших эпизодов подростка — посещения бедной крестьянкой своего мальчика, отданного на воспитание в столичный иностранный пансион. Подросток стыдится перед аристократами соучениками своей жалкой родительницы, а перед ней чванится тонкой пищей интерната, французскими вокабулами и важным директором Тушаром, лицемерно заявляющим своей убогой посетительнице, что незаконный сын крепостной женщины у него почти на одной ноге с сенаторскими и графскими детьми. Это, конечно, не имеет соответствия в биографии писателя, но это верно передает сословную атмосферу благородного пансиона, где Достоевский впервые почувствовал тот кастовый дух дворянской педагогики, который будет тяготеть над ним до самого окончания высшего военного училища. Осенью 1834 года Брахев перевели в интернат Леопольда Чермака. Здесь преподавали известные московские педагоги и ученые, крупный русский математик, перевозчиков, впоследствии ректор Московского университета и академик, известный шеренгянец, доктор словесных наук Давыдов, магистр латинской словесности Кубарев, автор теории русского стихосложения, классик Тайдер, видимо, выученик германской филологии. Сохранилось воспоминание о пансионере Достоевском одного из его товарищей Кочановского. Это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры. Во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками. Как в Пушкинском лицее, здесь придавали учению литературный уклон. Писатель Григорович отмечал в своих воспоминаниях, что все воспитанники Чермака отличались выдающейся начитанностью в классической и современной поэзии. За время пребывания Достоевского в пансионе Чермака русская литература испытала ряд ударов. Был закрыт московский телеграф полевого и разгромлен телескоп молодого Белинского. Чадаев был объявлен сумасшедшим, Надеждин выслан в усть Сесольск, Пушкин убит на дуэли, на Кавказ изгнан Лермонтов. С тоской в сердце выехал за границу Гоголь. Но под шквалом реакции все ярче разгоралась литература. За эти годы появились капитанская дочка, Тарас Бульба, Ревизор, Литературные мечтания, Смерть поэта, Бородино, стихотворение Кольцова и Тютчева. Школьник Достоевский начинал ощущать себя в этом неудержимом потоке времени. «Это началось еще с шестнадцати, может быть, лет», — вспоминал он в семидесятых годах свои первые вдохновения, или точнее, когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду. В душе моей был своего рода огонь, в который и верил. А там, что из этого выйдет, меня не очень заботило. В семье получался журнал «Библиотека для чтения», выходивший под редакцией профессора востоковеда и автора занимательных рассказов Сенковского. Здесь печатались Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Жуковский, Крылов, Адоевский, Боротынский, Вяземский. Здесь публиковались или подробно рецензировались ранние романы Бальзака, Виктора Гюго, Жорж Санд. Юный Достоевский уже в Москве узнал отца Горево, Гана Исландца, Индиану. Все это намечало завершение фазы романтизма и восхождение нового художественного стиля реализма. Один из сверстников братьев Достоевских в их школьные годы, гимназист Ванечка Умнов, познакомил своих друзей с коньком-горбунком Ершова и с домом сумасшедших Ваейкова. Это была первая литературная сатира, которую узнал и даже заучил наизусть Достоевский, жанр высокоим ценимый и не раз его привлекавший. Здесь фигурировали преимущественно архаисты и эпигоны Карамзина, но назывались также Жуковский, Батюшков, Козлов, Полевой. В некоторых строфах Ваейков достигал сжатого эпиграмматического стиля и острой карикатурности. Занимательна его зарисовка одного из сочинителей двадцатых годов. Ничего не сочиняет, ничего не издает, три оклада получает и столовые берет. Другие любимые авторы Достоевских — Карамзин с его лирической новеллой, чувствительным путешествием и живописной историей. Вальтер Скотт с его романом политических гроз и тревожных переживаний, углубившим фантазию и впечатлительность будущего писателя. Наконец, Жуковский с его англо-германскими балладами, звучавшими как русские поэмы «Дорогие и близкие сердцу раннего мечтателя». Особенно примечательен его интерес к Пушкину. Именно в эти годы появляется в библиотеке для чтения и в «Современнике» пролог к медному всаднику «Пиковая дама», «Скупой рыцарь». Но Достоевский, видимо, рано полюбил и героев противоположного типа, людей нравственного подвига, носителей чистого сердца и высокого идеала. В конспектах к роману о великом грешнике весьма примечательна запись о заблудшем человеке, который под конец жизни, морально очищаясь, становится Гасом. Достоевский имеет в виду знаменитого московского врача-филантропа Федора Петровича Газа, которого он называет также в «Черновиках» «Преступление и наказание», и о котором оставил такую проникновенную страницу в «Идиоте». Имя этого друга бедных писатель, видимо, узнал еще в своем отрочестве. В середине 20-х годов доктор Гаас был назначен штат-физиком, то есть городским врачом Москвы, ведавшим госпиталями и казенной аптекой-стариц. Имя его, несомненно, было хорошо известно лекарской семье на Божидомке. В 1828 году доктор Гаас получил новое назначение — главного врача московских тюрем. Пораженный ужасающим бытом переполненных острогов, этих школ взаимного обучения разврату и преступлению, новый тюремный врач повел неуклонную борьбу с этим страшным социальным злом. Он добился ряда преобразований и самой карательной системе — отмены чудовищного железного прута. Он неизменно присутствовал при отправлении каждой партии, заставляя перековывать при себе арестантов. Многих он оставлял в Москве для лечения, других далеко сопровождал по дороге, снабжая одеждой и деньгами. Когда он скончался в 1853 году, у него не было никакого состояния, и его похоронили за счет полиции. Но его имя уже вошло в память колодников и острожников, и с благоголением повторялось в отдаленных углах Сибири. Таков был едва ли не первый образ прекрасного человека, которого узнал Достоевский. В романе «Идиот», где эта тема поставлена как основная, выступает на мгновение и доктор Гаас, провожающий партию арестантов из пересыльной тюрьмы на Воробьевых горах. Рядом с Дон Кихотом, мистером Пиквиком и Жаном Вальжаном, воображению Достоевского рисуется и этот скромный человеколюбец с его призывом «Торопитесь делать добро». Судьба матери С годами не переставала углубляться личная драма кроткой Марии Федоровны, подвергавшейся постоянным подозрением и обвинением своего деспота мужа. Исключительно преданная своей семье, обожающая Михаила Андреевича и готовая все простить ему, она должна была выслушивать его обвинения в неверности и доказывать всю необоснованность таких предвзятых подозрений. В ее письмах к мужу имеются поразительные страницы, раскрывающие во всей безысходности ее трагическую судьбу. 31 мая 1835 года Мария Федоровна пишет мужу. «Клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землею, детьми моими и всем моим счастьем и жизнью моею, что никогда не была и не буду преступницей сердечной клятвы моей, данной тебе, другу, милому, единственному моему, перед святым алтарем в день нашего брака. 32. Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей со стороны моей, любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменяемой от самого брака нашего». 33. Такая клятва верности дается на шестнадцатом году нашего союза. «Прощай, друг мой», — завершает свое письмо эта безвинная и тяжко оскорбленная женщина. «Не могу писать более и не соберу мыслей в голове моей. Прости меня, друг мой, что не скрыла от тебя терзание души моей. Не грусти, друг мой, побереги себя для любви моей. Что касается до меня, повелевай мною, не только спокойствием, и жизнью моей жертвую для тебя». В следующем письме от 8-го, 10-го июня 1835 года она объясняет мужу свое душевное состояние при получении его обвинений в измене. «Я света Божьего не взвидела. Нигде не могла найти себе ни места, ни отрады. Три дня я ходила, как помешанная. Ах, друг мой, ты не поверишь, как это мучительно!» И в горячих уверениях письма слышится отчаяние загубленной жизни. «Любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким подозрением, тогда как я дышу моею любовью. Между тем время и годы проходят, морщины и желчь разливаются по лицу, веселость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной страстной любви моей. И ежели бы не подкрепляла меня чистая моя совесть и надежда на провидение, то конец судьбы моей самый был бы плачевный. Прости мне, что опишу резкую истину чувств моих. Не кляну, не ненавижу, а люблю, боготворю тебя и делю с тобой, другом моим единственным, все, что имею на сердце». Эти интимные письма и через 125 лет не перестают волновать глубокой искренностью чувства и поразительной силой его выражения. Над выцветшими листками этой старинной корреспонденции становится понятным, почему один из сыновей Марии Федоровны стал знаменитым писателем. Но к этому призванию его вела не только несомненная литературная одаренность его матери, но и вся ее печальная жизненная участь. В ее лице перед будущим великим моралистом впервые ставилась самой жизнью большая проблема неповинного страдания, незаслуженного мучительства, медленного психологического изнурения одной чистой и самоотверженной души. Основой творческой мысли Достоевского стала этика, а образ матери вырос в высшее воплощение моральной красоты и нравственного добра. В свете писем старших Достоевских разъясняются и странные сцены между родителями, о которых сообщает их сын Андрей. Вечером в полутемной зале маменька сообщила отцу, что ее постигла вновь беременность. Отец омрачился и высказал жене такое неудовольствие, чтобы Мария Федоровна разразилась сильным истерическим плачем. Сын никогда не мог забыть этого супружеского объяснения. Вероятно, ревностью Михаила Андреевича, но уже по-иному направленной, объясняется и другая сцена, запомнившаяся маленькому Андрею. В доме жила горничная Вера, очень красивая молодая девушка. За ней стал ухаживать младший брат Марии Федоровны, певец и гитарист Михаил Федорович Нечаев. В возникшем по этому поводу конфликте разгоряченный отец ударил дядю, кажется, по лицу. Больше молодой Нечаев в доме Достоевских не появлялся. В такой семейной атмосфере болезненная Мария Федоровна медленно гасла. Ее грудная слабость, требовавшая прежде всего душевного спокойствия, переходила в злую чахотку. В 35 лет эта слабая женщина была матерью восьмерых детей, из которых дочь Любовь, рожденная в 1829 году, прожила всего несколько дней. После появления последнего ребенка в июле 1835 года, легочная болезнь жены штаб-лекаря резко ухудшилась. В 1836 году больную коротко стригают под гребенку. Отдельные моменты этой медленной агонии Достоевский вспомнил в своем неоконченном романе 1849 года «Неточка Незванова», описывая умирание своей чахоточной героини, тихой и несчастной Александры Михайловны, подавленной ревностью и мстительностью своего мужа. «Видишь, какая глубокая осень. Скоро пойдет снег. С первым снегом я и умру. Да. Но я и не тужу. Прощайте». Лицо ее было бледно и худо. На каждой щеке горело зловещее кровавое пятно. Губы ее дрожали и запеклись от внутреннего жара. Она говорила с трудом. Глухая душевная боль отразилась на лице ее, и глаза ее наполнились слезами. «Ну, полно об этом, друг мой, довольна. Приведи детей». Я привела их. Она как будто отдохнула, на них глядя, и через час отпустила их. «Когда я умру, ты не оставишь их? Да», — сказала она мне шепотом, как будто боясь, чтобы нас кто-нибудь не подслушал. «Полноте, вы убьете меня», — могла только я проговорить ей в ответ. «Только послушай. Ты их будешь любить, когда я умру? Да», — прибавила она серьезно и опять как будто с таинственным видом. «Так, как бы родных детей своих любила, да?» «Да, да», — отвечала я, не зная, что говорю и задыхаясь от слез и смущения. Здесь и яркая зарисовка облика умирающей матери, и, очевидно, отголоски ее предсмертных бесед с сестрою Куманиной, бездетной женщиной, заменившей вскоре мать, осиротевшим Достоевским. С начала 1837 года Мария Федоровна уже не выходит из своей полутемной спаленки. Ежедневные консилиумы врачей не дают облегчения. К концу февраля доктора объявляют своему коллеге, что их старания тщетны и конец близок. В ночь на 27 февраля умирающая простилась с детьми, впала в беспамятство и к утру скончалась. 1 марта Марию Федоровну похоронили на Лазаревском кладбище. Горестное семейное событие почти совпало с народным бедствием России, гибелью Пушкина. Первые известия о ней потрясли Москву в начале февраля. Но в кругу родственников, собравшихся у смертного адра Достоевской, мало интересовались убийством петербургского сочинителя. Старшие сыновья узнали об этом только после похорон матери, когда вернулись в свой пансион. Федор заявил Михаилу, что если бы не семейный траур, он надел бы одежду скорби по Пушкину. К этому времени начинают сказываться литературные склонности обоих братьев. Старший стремится стать поэтом и пишет каждый день стихотворений Потри, вспомнит через сорок лет автор дневника писателя. Сам же он в те юные годы обращается к художественной прозе, прежде всего, видимо, к фантастическим новеллам, о которых сообщит брату в 1838 году. Мечты мои меня оставили, и мои чудные арабески, которые создавал я некогда, сбросили по золоту свою. Некогда — это значит за год перед тем. В 1837 году Достоевский сочиняет роман из венецианской жизни. Это следует понимать, как его раннее увлечение школой Анны Радклифф, книги которой имели обычно местом действия Италию. В дневнике писателя за 1876 год Достоевский назвал источником своего раннего увлечения Италией венецианские повести «Жорж Сант». Но интерес к этим произведениям французской романистки проявился у него уже в Петербурге в сороковых годах, когда он перевел ее повесть «Последняя Альдини». Ранний же его итальянизм был связан с романами Анны Радклифф. «Сколько раз мечтал я с самого детства побывать в Италии», — писал Достоевский и Полонскому 31 июля 1861 года. «Еще с романа Фрадклифф, которые я читал еще восьми лет, разные Альфонсы, Катарины и Лючи въелись в мою голову. Потом пришел в Шекспир, Верона, Ромео и Джульетта, черт знает, какое было обаяние, в Италию. А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в мертвый дом». Письма, том 1, 302 страница. Примечание автора. Кончина матери знаменовала полный распад семьи. Михаил Андреевич подает в отставку. Двух детей берут на воспитание куманины. Старших сыновей отец отвозит в Петербург для определения в главное инженерное училище. Уже по пути в столицу Достоевскому привелось воочию увидеть лицо официальной России. Где-то в Тверской губернии у большого села он наблюдал из окна постоялого двора необычную дорожную сценку. Освежившись на станции, фельдъегерь вскакивает в курьерскую тройку и тотчас же, молча, спокойно, невозмутимо начинает изо всех сил бить им щека по затылку своим огромным кулачищем. Пораженный возница бешено хлещет лошадей, которые от ужаса и физической боли несутся как обезумевшие. Эта отвратительная скачка осталась в воспоминаниях Достоевского на всю жизнь как пример бессмысленной жестокости и безвинного страдания. С этим воспоминанием будет связано потрясающее описание сна Раскольникова о замученной крестьянской кличонке, испускающей дух под ломом своего иступленного хозяина. В черновиках преступления и наказания имеется запись «Мое первое личное оскорбление. Лошадь фельдъегерь». Так заканчивались годы детства и отрочества Достоевского. Они не были лишены некоторых светлых и радостных минут. Мать, брат Миша, Пушкин, деревни, сказки, книги, учитель словесности, Кремль, Мочалов — первые поэтические замыслы. Но все это протекало на фоне семейной драмы, навсегда оставившей мрачные воспоминания. О себе, несомненно, говорит он, рисуя тот чистый идеал, который вынесла в своих мечтах гордая молодая душа, угрюмая, одинокая, пораженная и уязвленная еще в детстве. Глава 2. Инженерное училище В Михайловском замке «Меня с братом свезли в Петербург, в инженерное училище, и испортили нашу будущность», — вспоминал под конец жизни Достоевский. «По-моему, это была ошибка». Никакого призвания к военному строительству будущий писатель не чувствовал. Из классов на Басманной прямой путь вел его в Московский университет, где он учился бы с Островским, Писемским, Аполоном Григорьевым, Фетом, Полонским, вскоре его товарищами по литературе. Но с художественными склонностями своих сыновей старик Достоевский не желал считаться. Он писал сыну Федору, что стихо Кропания Михаила его сердит как совершенно пустое дело. Он предназначает для юношей блестящую денежную карьеру, деятельность военных инженеров, которые при усиленном возведении крепостей на западной границе считалось в то время самым выгодным поприщем. О филологическом факультете с его скромными педагогическими перспективами будущий писатель и думать не смел. Вместо классических текстов ему вручили кремневое ружье, его покрыли кивером и поставили в строй. Питомец московских пансионов узнал трудности фронтовой службы. Когда на плацу шеренга становилась лицом к солнцу и штыки начинали колебаться, взбешенный командир кричал с пеной у рта «Смирно! Во фронте нет солнца! Смирно!» Не было солнца и в аудиториях Величественного замка с его суровой воинской дисциплиной и жизнью под барабанный бой. Воспитанники только и мечтали об окончании училища, об освобождении от невыносимого режима. В 1838 году открывается в жизни Достоевского период скрытой и напряженной борьбы за охрану своего призвания художника. В программу военного образования он вносит свои глубокие творческие коррективы. Инженерным дисциплинам он противопоставляет изучению мировой литературы. Топография и фортификация не могут отвлечь его от Гамлета и Фауста. Теория сооружения кронверков и батарей не в состоянии заслонить осознанного им задания служить духовной жажде человечества, как скажет он уже под конец своей жизни. Ему дороги теперь только ночные часы, которые он проводит в амбразуре уединенного окна на фонтанку, записывая свои первые размышления на захватившую его огромную тему «Человек есть тайна, ее надо разгадать». Он окружен буйной ватагой юнкеров, но ему дороги духовные предания своей школы. В среде воспитанников инженерного училища в двадцатые годы образовался кружок почитателей святости и чести. В него входили описанные Лесковым в повести инженеры-бессребренники Бринченинов, Чихачев и Хермор. Воспоминания об этих искателях праведности сохранились надолго в стенах Михайловского замка. Поступивший в инженерное училище в 1838 году, Достоевский мог открыть еще свежие следы морального подвижничества в преданиях своего сурового института. И по примеру этих старинных товарищей-аскетов он уединяется от нового поколения инженеров-сребролюбцев, которые Чин почитали за ум и в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках, как он вспомнит в 1864 году. Одним из глубоких художественных впечатлений учебных лет Достоевского было созерцание величественной архитектуры Михайловского замка. Этот забвению брошенный дворец Павла I, вдохновивший юношу Пушкина на его оду вольность, считался по своей красоте и величию исключительным явлением истории искусств. Воздвигнутый по проекту знаменитого русского зодчего Баженова французским архитектором Бренна, он вскоре стал ареной гвардейского заговора. С тех пор спальню императора превратили в домовую часовню. Иконостасы и лампады напоминали о грозных политических событиях недавнего прошлого, когда в глухую мартовскую ночь вступил на российский престол Александр I, давший свое согласие на дворцовый переворот, то есть фактически на умерщвление своего отца. Тема интеллектуального отцаубийства впервые выступала перед Достоевским как исторический факт, возвещавший воплощенную им через сорок лет трагедию Ивана Карамазова. Учебные программы Достоевский выполнял со всей добросовестностью, но он выделял из них любимые предметы, которые изучал с увлечением и радостью. Это были словесные науки, история, рисование и зодчество. Русскую литературу читал профессор Плаксинт, критик-театровед, автор педагогического романа «Женское воспитание». Белинский упоминает его имя в ряде своих статей, но обычно полемически. В своем преподавании Плаксинт придерживался старинных образцов и Гоголя не признавал. Но он уделял много внимания Пушкину, Лермонтову, Кольцову и давал в своих хрестоматиях хороший подбор образцов народной поэзии. На высоком уровне вел свои занятия француз Жозеф Курнан. Младший товарищ Достоевского по инженерному училищу Сеченов воздал высокую хвалу этому отличному лектору. Восторженные отзывы в юношеских письмах Достоевского о Рассине и Корнеле, о Рансаре и Малербе восходят к урокам и учебникам этого тонкого словесника. Свой курс он доводил и до современных писателей Бальзака, Гюго, Жорж Санд, Эжена Сю, рано ставших любимцами его даровитого слушателя. Красивым и увлекательным считался курс истории архитектуры, настоящая школа больших стилей пластических искусств, навсегда привившая Достоевскому любовь к зодчеству и тонкое понимание его законов. В произведениях и письмах писателя разбросаны глубокие замечания о зданиях, их физиономии и характере. Он собирал снимки с мировых шедевров строительного искусства, а рукписи свои испещрял зарисовками готических башен. Мало общавшийся с массой воспитанников и предпочитавший, как и впоследствии в жизни, уединение и замкнутость, Достоевский все же понемногу создает вокруг себя небольшой кружок друзей. Это Александр Бекетов, брат знаменитых впоследствии ученых-естественников, с которыми Достоевский сблизится по окончании училища. Это художник Прутовский, автор одухотворенного портрета юноши Достоевского, впоследствии известный жанрист, иллюстратор Пушкина, Гоголя и Шевченко. Это, наконец, будущий автор Антона Горемыки, Григорович, вскоре оставивший военную школу для Академии художеств. Но настоящим духовным событием были для юного Достоевского встречи, беседы и споры с Иваном Николаевичем Шедловским, с которым московский штаб-лекарь и его сыновья познакомились по приезде в Петербург в приютившие их гостиницы. Этот молодой литератор открывает серию друзей-философов Достоевского, которые своими беседами стимулировали рост его замыслов и развитие его воззрений. Первый из этой плеяды друзей Достоевского был старше его на пять лет, успел уже окончить университет, служил в одном из министерств, писал стихи, считался выдающимся декламатором и оратором. Уже в письмах Достоевского о Шедловском выступает характерный образ молодого стихотворца тридцатых годов. В духе романтической эпохи стилизуется его портрет. Взглянуть на него — это мученик. Он иссох, щеки впали, влажные глаза его были сухи и пламенны. Духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. В таком же характерном стиле трактуется и участь этого нового вертера. Он страдал, тяжко страдал. Боже мой, как любит он какую-то девушку, Марию, кажется. Она же вышла за кого-то замуж. Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии. Еще выразительнее внутренняя характеристика этого мыслителя и фантаста. В нем воплощен правильный очерк человека, который представили нам Шекспир и Шильдер. Но он уже готов был тогда пасть в мрачную манию характеров байроновских. Он особенно чтил орган молодого русского романтизма «Московский телеграф», который даже называет «Кивотом святыни» в своей библиотеке. «Ему обязан я целым духом своим». Шедловский был лично знаком с редактором издания Николаем Полевым, который мог увлечь и Достоевского своими романтическими новеллами и романом «Абадонно». Сохранившиеся стихи Шедловского носят следы характерного стремления поздних романтиков слить свою напряженную душевную жизнь с грозной космической стихией. Буря воет, гром грохочет, небо вывалиться хочет, по крутым его волнам пляшет пламя там и сям, то, дробясь в движении скором, вдруг разбрызгнется узором, то исчезнет, то опять станет рыскать и скакать. Ах, когда б на крыльях воли мне из жизненной юдоли в небеса откочевать, в тучи место отобрать, там вселиться и порою прихотливую рукою громы чуткие будить. Такие строфы восхищали двадцатилетнего Достоевского, а личность их автора производила на него неотразимое впечатление. Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шедловским подарило меня столькими часами лучшей жизни. Сложная натура Шедловского проявилась во всю свою шерь лишь впоследствии. Вскоре он от лирики переходит к большим научным трудам и принимается, как герой хозяйки Достоевского-Ордынов, за историю русской церкви. Но ученая работа, сообщала в 1901 году Анне Григорьевне Достоевской, невестка Шедловского, не могла всецело поглотить его душевную деятельность. Внутренний разлад, неудовлетворенность всем окружающим — вот, предположительно, те причины, которые побудили его в пятидесятых годах вступить в Валуйский монастырь. Не найдя и здесь нравственного успокоения, он слагает с себя схему и возвращается в деревню, где и жил до самой кончины, не снимая одежды инока-послушника. Это был человек сильных страстей и бурной природы. Шедловский умер в 1872 году. В конце 70-х годов Достоевский рассказывал друзьям о том благодетельном влиянии, какое имел на него этот громадный ум и талант, бесполезно растративший свои силы. Это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало. Беседы с Шедловским, прогулки с ним по Петербургу и его окрестностям, совместное чтение любимых авторов, журналы и стихи, монологи и философские споры — все это было настоящей романтической школой, противопоставленной самою жизнью дрянной, ничтожной кондукторской службе. После лета 1838 года, прошедшего в страстном чтении, над Достоевским стряслась учебная беда. Несмотря на отличную сдачу осенних экзаменов, он был оставлен на второй год преподавателем алгебры якобы за грубый ответ среди года. Эпизод не вполне ясен, поскольку наказанный кондуктор оттестовался всегда весьма усердным по службе, хорошим в нравственности и хозяйстве, и отличался в школьном быту сдержанностью, замкнутостью и даже робостью. — Вскоре после неудачных экзаменов в училище случилась ужаснейшая история, — пишет Достоевский отцу. — Каковы были происшедшие беспорядки, мы не знаем, и можем только догадываться о каком-то массовом протесте, возмущении, демонстрации общего недовольства. — Пять человек кондукторов сосланы в солдаты, — за эту историю, — добавляет Достоевский. — А я ни в чем не вмешан. Остальной курс он прошел благополучно, с обычным официальным признанием успехов в науках и фронтовых занятиях, но внешне исполнительный, он ни на минуту не сдает своих духовных позиций и неуклонно продолжает уединенную творческую работу. Начитанность Достоевского создала ему почетный авторитет среди товарищей и друзей. Когда осенью 1838 года его посетил в инженерном замке ревельский приятель брата Михаила Ризенкампф, поступивший в медико-хирургическую академию, он был зачарован беседой со своим новым знакомым, который вдохновенно читал ему «Египетские ночи» Пушкина и «Смальгольмского барона» Жуковского. Романтический период Достоевского был в самом разгаре. Он любил поэзию страстно, — вспоминал Ризенкампф, — но писал только прозою, потому что на обработку формы не хватало у него терпения. Мысли в его голове рождались подобно брызгам в водовороте. Природная прекрасная его декламация выходила из границ артистического самобладания. Достоевский руководил чтениями Григоровича, и тот по его указанию прочел астролога Вальтер Скотта, кота Мура Гоффмана, озера Антарио Купера, исповедь англичанина, принимавшего опиум Томаса де Квинси, книгу мрачного содержания и весьма оценимую тогда Достоевским за поразительные картины людских страданий, нищеты и преступлений. Страстный читатель увлекает друзей и знаменитым Мельмотом-Скитальцем, по отзыву Пушкина, гениальным произведением, в котором тема Фауста разработана в духе романа приключений. «Литературное влияние Достоевского не ограничилось мной», — продолжает Григорович. «Им увлеклись еще три товарища — Бикетов, Витковский и Бережецкий. Образовался таким образом кружок, который держался особо и сходился, как только выпадала свободная минута». Участники этого объединения навсегда запомнили вдохновенные рассказы своего руководителя. «Уже далеко заполночь». Все мы сильно уставши, а Достоевский стоит, схватившись за половинку двери, и говорит с каким-то особенно нервным одушевлением. Глухой, совершенно грудной звук его голоса наэлектризован, и мы прикованы к рассказчику. В Москве все художественные опыты Достоевского еще не выходили за пределы детских проб. Но за четыре года своего пребывания в Михайловском замке этот пылкий поклонник романов приобретает широкие познания в русской и мировой литературе. Общение с молодыми поэтами, как брат Михаил и особенно Николай Шедловский, значительно расширяет его горизонты и обращает к новым жанрам. Первая формация творчества Достоевского — это романтические драмы, в которых политические и моральные идеи воплощены в знаменитых образах, поставленных эпохой в условия необычайного конфликта. Таковы Мария Стюарт и Борис Годунов, исторические трагедии, до нас не дошедшие. Молодого драматурга, видимо, привлекает проблема преступного владычества и самозванства, воплощенная в крупных характерах прошлого. По толкованию Карамзина и Пушкина, царь Борис был выдающимся государственным деятелем, но он был поражен и убит своей моральной несостоятельностью, совершенным преступлением. В пушкинской трагедии намечались темы будущего Достоевского — право сильной личности переступить через кровь во имя всеобщего блага, возможность строить счастье масс на страдании замученного ребенка, цена власти, захваченной самозванцем. В Марии Стюарт Шиллера борьба за трон велась двумя женщинами в беспощадном поединке, приведшем одну из них на эшафот. Соперничество двух героинь, охваченных неукротимой взаимной ненавистью, станет одной из излюбленных тем Достоевского романиста, которую он будет решать в духе нравов своей эпохи. Но в 1842 году ему еще нужны для таких сюжетов перспективы отдаленных столетий и патетика романтической драмы. Позднейшие страницы Достоевского бросают под час и некоторый свет на его ранние годы. Свой роман «Подросток» он определял как автобиографию героя, но в значительной степени она была и самораскрытием автора в пору его юности. Не в отдельных фактах и событиях, но в общем психологическом плане. Как и Аркадий Долгорукий, Достоевский в его возрасте, то есть между шестнадцатым и двадцать первым годами, в эпоху пребывания в инженерном замке стремится к уединенной и замкнутой жизни, уходя от всех в свою идею. Она возникла из глубокого источника, но не выдержала испытания действительности. Я еще в детстве выучил наизусть монолог скупого рыцаря. Выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил. Неограниченное владычество отдельной личности, воздвигнутое на силе золото и подчиняющее ей все, так понимает идею маленькой трагедии бесправный и властолюбивый юноша. Могущество. Чуть ли не с самого детства я иначе не мог вообразить себя, как на первом месте, всегда и во всех оборотах жизни. Для Аркадия Долгорукого такая тщеславная мечта отливается в обыденный проект стать Ротшильдом. Но для гениального отрока Достоевского это высший замысел великой жизни подняться на вершины мирового творчества, стать Шекспиром, Бальзаком, Пушкиным. В ряду этих мировых имен молодой Достоевский признает одним из величайших — Гоголя. Могучий сатирик стал целой эпохой в становлении и росте начинающего романиста. Задолго до своих первых выступлений в печати Достоевский уже знал в основном всего Гоголя — его украинские рассказы, петербургские повести, «Ревизора» и «Мертвый душ». Все это увлекало, вдохновляло и учило. Но учило по-разному. Подлинное творческое воздействие на нашего инженера-мечтателя оказывают петербургские повести Гоголя, то есть вышедшие еще в 1835 году «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего», в 1836 году «Нос» и в 1842 году «Шинель». Отсюда поднимается раннее творчество Достоевского. Великий инициатор натуральной школы открывает ему путь в литературу своим сложным реализмом, небывалым сочетанием физиологического очерка с романтической навеллой, житейской прозы с тревожной фантастикой, фасадной красоты столичного града империи, с его притаившимися будничными драмами мелких чиновников и безвестных артистов. На основе таких социальных контрастов начинает слагаться художественный метод молодого Достоевского. Его раннее творчество — это в значительной степени освоение петербургского цикла Гоголя, но с открытым заданием превзойти этого мастера пластического стиля своими глубокими психологическими этюдами. Какая смелость и какая уверенность в победе! Но к ней приведет все же закон самого творца Арабесок, сформулированный гораздо позже его гениальным учеником. Он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужаснейшую трагедию. Так писал в 1861 году Достоевский. Но уже в стенах Михайловского замка он стал воспринимать в судьбах Поприщинах и Чердковых тот трагизм повседневности, который со временем приведет его к новому мировому жанру романа-трагедии. Убийство отца Суровый характер доктора Достоевского незаметно готовил ему катастрофу. Уединившись после смерти жены в дыровом с младшими детьми, Михаил Андреевич все более опускался и ожесточался. В один летний день, сообщает его внучка Любовь Федоровна, он отправился из своего имения дырового в свое другое имение под названием Черемошно и больше не вернулся. Его нашли позже на полпути с задушенным подушкой из экипажа. Кучер исчез вместе с лошадьми, одновременно исчезли еще некоторые крестьяне из деревни. Другие крепостные моего деда показали, что это был акт мести. Старик обращался всегда очень строго со своими крепостными. Чем больше он пил, тем свирепее становился. Существуют еще фамильные рассказы об этом событии. Один из них принадлежит младшему брату Достоевского Андрею Михайловичу, который в момент смерти отца жил при нем. При страстие его, Михаила Андреевича Достоевского, к спиртным напиткам, видимо, усиливалось, и он почти постоянно бывал в ненормальном положении. 8 июня 1839 года в деревне Черемошне, на поле под опушкой леса, работала артель мужиков в десяток или полтора десятка человек. Выведенный из себя какими-то неуспешными действиями крестьян, а может быть только казавшимися ему таковыми, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильной грубостью, и вслед за тем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул «Ребята, карачун ему!» И с этими возгласами все крестьяне в числе 15 человек накинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним. Это дает общую картину события, но не выходит из сферы предположений и не может считаться достоверным. Никаких свидетелей при убийстве не было, никаких следственных материалов о нем не сохранилось, никто из убийц не был обнаружен, никакого судебного разбирательства не происходило. Сын хотел предать страшной гибели своего отца наиболее безболезненный вид, но дело, видимо, обстояло иначе. Едва ли не единственным важным мероприятием следствия было вскрытие трупа убитого, о чем сообщает тот же Андрей Достоевский. Акт анатомизирования до нас не дошел, но его содержание было известно родственникам, и не все из них скрывали его. Так племянница Достоевского Мария Александровна Иванова, жившая к концу жизни в Даровом, рассказывала в 1926 году Нечаевой, что убийство произошло без кровопролития. Вследствие этого на теле нельзя было обнаружить никаких признаков насильственной смерти. Эту же версию излагали тогда же крепостные села Дарового Данила Макаров и Андрей Савушкин. Нечаева поездка в Даровое, Новый мир, 1926 год, номер 3, страница 131-132. Примечания автора. Со слов даровских крестьян, сотрудник Красной Нивы сообщал в том же 1926 году, что три черемошнинских мужика задумали убить жестокого хозяина. Как он в ворота сунулся, тут все трое на него и напали. Бить, конечно, не били, знаков боялись. Приготовили они бутылку спирту, барину спирт в глотку весь вылили и платком заткнули. От этого барин и задохнулся. Стонов, Сельцо Даровое, Красная Нива, 1926 год, номер 16, страница 18-19. Примечания автора. Как выясняют материалы этого старинного преступления, помимо общей ненависти к помещику, некоторые из крестьян имели основание питать к нему и особую личную вражду. У одного из заговорщиков Исаева была дочь Акулина, которой в момент смерти Достоевского было всего 14 лет. Она была взята в барский дом еще Марии Федоровной, то есть не позже 1836 года, девочкой 10-11 лет. Была очень хороша собой. Михаил Андреевич оставил ее у себя и даже сделал ее своей помощницей по медицинской части. У другого участника убийства крестьянина, Ефимова, была племянница Катя, которая росла с его детьми. Мария Федоровна взяла и ее, 14-летней девочкой, к себе в горничные. Это была, по свидетельству Андрея Достоевского, огонь девчонок. После смерти жены штаб-лекарь приблизил к себе 16-летнюю Катю, с которой прижил ребенка, вскоре скончавшегося. Убийство Михаила Андреевича может быть истолковано как месть за женщину. Если сопоставить этот факт с тем, что двое из убийц, а может быть и все четверо, имели близких родственниц среди дворни Михаила Андреевича, и что на первом месте среди убийц стоит имя дяди Катерины, убийство произошло во дворе дома, в котором выросла Катя, то можно, пожалуй, видеть некоторое подтверждение этому толкованию. Нечаева «В семье и усадьбе Достоевского, Москва, 1939 год, страница 59-я». Примечание автора Но это был, вероятно, не единственный мотив преступления. Главным следует признать болезненно вспыльчивый и мнительный нрав запившего помещика, вымещавшего на крестьянах «Свои неудачи и тоску». Нечаева «В семье и усадьбе Достоевского, Москва, 1939 год, страница 59-я». Примечание автора Тема моральной распущенности старика Достоевского, отношение его к крестьянским девушкам, с полной отчетливости выступает из этих материалов о его кончине. Два дня труп убитого пролежал в поле. Из Каширы наехали судебные власти. Но следователи ничего не обнаружили, вероятно, подкупленные родственниками убитого, тщательно скрывавшими его позорную кончину. По семейным преданиям, сообщенным и дочерью писателя, когда весть о гибели отца дошла до его сына Федора, юношу постиг впервые тяжелый припадок с конвульсиями и потерей сознания, лишь гораздо позже, определенной врачами, как эпилепсия. До нас дошел только один отклик Достоевского на убийство в Черемошне. Это письмо его к старшему брату от 16 августа 1839 года о несчастье, постигшем их семью. Будущее младших детей трех сестер и двух братьев оставалось невыясненным. Первенец Михаил высказал решение заменить им отца и, закончив свое военное образование, выйти в отставку, уехать в Доровое, везти там сельское хозяйство, опекать осиротелых детей, воспитывать их, вывести в люди. Федор был в восхищении от этого самоотверженного намерения и заявил о своей готовности всячески поддержать брата. «Я пролил много слез о кончине отца, но теперь состояние наше еще ужаснее. Есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер? Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут воспитаны?» Уже существовал проект воспитания юных Достоевских богатыми родственниками куманинами, но Федор Михайлович ему не сочувствовал. Он не любил эту знатную родню, не переписывался со своими московскими свойственниками, называл их ничтожными душонками. Он доверяет одному Михаилу, братьев и сестер. Ты один спасешь их. Впервые у Достоевского звучит мотив Раскольникова «Сестры погибнут». Но все пошло обычным житейским порядком. Обеспеченные и бездетные куманины взяли на себя заботы о несовершеннолетних Достоевских и довели юношей до дипломов, а девушек до замужества. Уже через полгода старшая девятнадцатилетняя Варвара была выдана замуж за дельца Карипина, который вскоре стал опекуновкой своей новой семьи и главным корреспондентом по денежным делам своего деверя Федора. Такова была одна из самых трагических страниц в семейной хронике Достоевского. «Он всю жизнь анализировал причины этой ужасной смерти», сообщает в своих воспоминаниях дочь писателя. Создавая образ Федора Карамазова, он, может быть, вспомнил о скупости своего отца, доставившей его сыновьям столько страданий и столь возмущавшей их, об его пьянстве и о физическом отвращении, которое оно внушало его детям. Знаменитый романист молчал об этом сорок лет, но зато в своем предсмертном романе он развернул некролог своего отца в потрясающую эпопею греха, пороков и преступлений. Полевой прапорщик С осени 1841 года открывается новая глава биографии Достоевского. Произведенный в полевые инженер-прапорщики, молодой офицер становится экстерном своего училища. Он еще два года будет проходить здесь высшие отрасли военно-строительного искусства, но уже в качестве приходящего слушателя, свободно проживающего на частной квартире в самом центре кипучей императорской столицы. Полустудент-полутехнолог, он чувствует себя поэтом вольным, одиноким, независимым, как пишет брату в 1841 году. Для него превыше всего свобода и призвание. Он живет мечтою о творческом подвиге. «Я был тогда страшным мечтателем», вспоминал он об этом времени через 20 лет. В юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянделингом из романа «Монасты» Вальтера Скотта. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моей, в золотых и воспаленных грезах точно от опиума. Но Достоевский мечтатель это уже Достоевский писатель, только еще не нашедший своего героя и своей повествовательной формы. У него еще все в брожении. Через несколько лет в рассказе «Белые ночи», отмеченном сильным психологическим автобиографизмом, он изобразит одинокого фантазера, в котором уже ощущается подлинный художник мысли и слов. Этому безвестному поэту ясен глубокий драматизм его призвания, романтическая оторванность от окружающей действительности, гибельность его безмерного идеализма, его обреченность на одиночество, на отказ от личного счастья, на безжизненность его радужных фантазий. Но реальность, как всегда, самовластно врывалась в келью созерцателя. Он мог грезить о шиллеровских героинях, жизнь прихотливо заплетала вокруг него свои новеллы, вовлекая его в круг протекающей современности. Одну из таких коротких маленьких драм он вспомнил через двадцать лет и рассказал ее в беспечном жанре фильетона, но с нескрываемой грустью и какой-то незаживающей болью. А настоящую Амалию я тоже проглядел. Она жила со мной под боком, тут же за ширмами. Мы прочли с ней вместе историю Клары Мофф-Брай и расчувствовались так, что я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения. Она мне за то, что я читал и пересказывал ей романы, штопала старые чулки и крахмалила две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, на которой всего больше было яичных скорлуп, она вдруг стала как-то странно краснеть, вдруг так и вспыхнет, и хорошенькая какая она была, добрая, кроткая, с затаенными мечтами и создавленными порывами, как и я. Я ничего не замечал, даже, может быть, замечал, но мне приятно было читать Каббала «Унт Либе» или «Повести Гоффмана». И какие его были тогда чистые, непорочные. Но Амалия вышла вдруг замуж, заодно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и непроходимую бедность. Помню, как я прощался с Амалией, я поцеловал ее хорошенькую ручку первый раз в жизни, она поцеловала меня в лоб и как-то странно усмехнулась. Так странно, так странно, что эта улыбка всю жизнь царапала мне потом сердце. Зачем все это так мучительно напечатлелось в моих воспоминаниях? Клара Моффбрай Героиня романа Вальтера Скотта Сен-Рунанские воды Каббале und Liebe Коварство и любовь Примечания автора Это, конечно, лирическая импровизация, несвободная, вероятно, и от художественных домыслов, и все же в основном пережитая автором. Детали могли быть иными, но за ними чувствуется подлинная душевная жизнь молодого Достоевского, которая вскоре войдет со всем своим бытовым обрамлением в его ранние поести. Брат Михаил продолжал свое образование в Ревельской инженерной команде. В 1841 году он женился на местной немке Эмилии Федоровне Дитмар и в начале сороковых годов имел двух детей. Федора Михайловича тянуло из Петербурга в семью брата. Четыре года он проводил здесь летние месяцы. Здесь были частично написаны «Двойник» и «Господин Прохарчин». Ревель заинтересовал начинающего автора. Это был первый готический город, который увидел Достоевский. Сложный и мощный стиль средневековых зданий он уже теоретически знал по своим занятиям в инженерном училище. В зимних заметках он вспоминает, с каким благоговением чертил еще в юности, когда учился архитектуре, один из образцов немецкой высокой готики, знаменитый Кельнский собор. Он зарисует позже в своих рукописях тончайшие детали гранитных порталов, росы, башен, свидетельствующих о его неизменном увлечении стрельчатым зодчеством, чьи конструктивные законы не раз сопоставлялись исследователями творчества Достоевского с принципами его романной архитектоники. Готика была излюбленным стилем романтиков, которым восхищались молодой Гёте и Шатабриан. В Ревеле Достоевский впервые увидел памятники западноевропейского средневековья, старинный замок, ратушу, биржу, собор XII века, корпус большой гильдии, церкви, жилые дома с высокими шпилями. Город германских орденов и Гонзейского союза надолго запомнился ему своим необычным остроконечным профилем. В 1869 году он задумывает повесть с местом действия в Ревеле. Но ареной и фоном его раннего творчества станет другой город. Петербург Николая Первого. Город поразительных и устрашающих контрастов. Больной, странный и угрюмый, раскрывший своему впечатлительному наблюдателю ряд незаметных и безысходных драм для его ранних повестей. 12 августа 1843 года Достоевский окончил полный курс наук в верхнем офицерском классе. Неприветливо встречает его николаевская действительность. Увлеченный своими творческими замыслами, он закончил училище далеко не в числе первых. Его и не назначают на службу для больших военно-оборонительных работ в одной из первоклассных крепостей государства. Он зачислен на скромнейший пост при петербургской команде с употреблением причертежной инженерного департамента. Начальство доверяет ему лишь в узких кабинетных масштабах начертательной геометрии и полевой картографии. Это мало смущает молодого строителя, уже захваченного иными конструктивными заданиями. Служба не отвечает его запросам. Он чувствует себя поэтом, а не инженером, как вспоминал в 1877 году. Но он не сомневается в своем призвании. Напротив, твердо был уверен, что будущее все-таки мое, и что я один ему господин. Но жизнь любя Но жизнь любя к ее минутным благам, прикованной привычкой и средой, я к цели шел колеблющимся шагом. Некрасов. Доктор Ризенкамп, которому ревельский житель Михаил Достоевский поручил наблюдать за жизнью своего непрактичного брата, живо обрисовал в своих воспоминаниях быт молодого литератора, поселившегося с ним на одной квартире. Клиентура начинающего врача проветрят столицы. Это могло напомнить божидомку, но в масштабах царской резиденции с ее поражающими контрастами великолепия и нищеты. Беседая в приемной доктора с его убогими пациентами, Достоевский знакомится с братом фортепианного мастера Кедлера, от которого узнает подробности существования музыкальных низов Петербурга. Это могло вызвать первый замысел Неточки Незвановой, историю выдающегося и непризнанного скрипача, прозябающего в оркестрах знатных меценатов. Вернувшись из Ревеля в Петербург осенью 1843 года, Ризенкамп застал Федора Михайловича кормящимся молоком и хлебом, да и то в долг из лавочки. В таком состоянии он незадолго перед тем писал брату Андрею «Ради Бога! Пришли мне рублей пять или хоть целковый, у меня уж три дня нет дров и я сижу без копейки». Крайнее безденежье Федора Михайловича продолжалось около двух месяцев, как вдруг в ноябре он стал расхаживать по залу как-то не по обыкновенному, громко, самоуверенно, чуть не гордо. Оказалось, что он получил из Москвы тысячу рублей. На другой же день утром, рассказывает далее доктор Ризенкамп, он опять своею обыкновенную тихую робкую походку вошел в мою спальню с просьбой одолжить ему пять рублей. Оказалось, что полученные деньги за уплаты неотложных долгов частью были проиграны на бильярде, а частью украдены каким-то партнером. К первому февраля 1844 года Федору Михайловичу выслали опять из Москвы тысячу рублей. На беду, отправившись ужинать к Доминику, он с любопытством стал наблюдать за бильярдной игрой. Какой-то господин обратил его внимание на одного из участвующих в игре, ловкого шулера, которым была подкуплена вся прислуга в ресторане. Вот продолжал незнакомец. Домино так совершенно невинная честная игра. Кончилось тем, что Федор Михайлович тут же захотел выучиться новой невинной игре, на это понадобилось целых двадцать пять партий, и последняя сторублевая Достоевского перешла в карман партнера учителя. Все это объясняет многое в безденежье молодого инженера и вводит нас в драму его зрелого периода, столь ярко отразившегося в повести 1866 года «Игрок». Достоевский не был отшельником. Он любил вечерние зрелища, рестораны, кофейни, офицерские пирушки с пуншем, банком и штосом. Весь этот праздничный веселящийся Петербург увлек молодого литератора, но стоил ему страшных денег. Неудивительно, что уже в эти первые офицерские годы он знакомится с особым миром, закладов, денежных суд, процентов, векселей. На пути его впервые появляется колоритный и символический тип целой эпохи. Делец, без сердца и жалости, промышляющий деньгами и эксплуатирующий неимущих. Петербургский ростовщик. Это был какой-то отставной унтер-офицер сухопутного госпиталя, сужавший деньги под крупные прибыли, при абсолютно верной гарантии. Получив от Достоевского доверенность на получение его оклада за следующую треть года при особом ручательстве казначея инженерного управления, этот петербургский гопсек выдал ему небольшую сумму, свычетом вперед своего огромного барыша. Сделка надолго запомнилась молодому художнику и, видимо, отразилась через ряд лет на незабываемых образах ростовщицы Алены Ивановны и держателей судных касс. Достоевский ненавидел капиталистического человека, буржуа, мещанина, приобретателя, собственника, накопителя. Он не унаследовал скупости своего отца и всегда воспитывал в себе щедрость, отзывчивость, широту, готовность поделиться последним. По свидетельству его близких он не умел обращаться с деньгами и никогда не отказывал в них просителю. Но при этом по свойственной ему противоречивости характера он стремился к независимости, обусловленной в его время крупными денежными средствами. Исходя из существа своей творческой работы, он мечтал об обеспеченности для достижения художественного совершенства. Он считал, что художнику нужно довольство, нужна свобода, немыслимая безматериальной достаточность. Как и некоторые другие великие артисты, как Рубенс, как Бальзак, как Рихард Вагнер, он готов был принять богатство для полной и яркой творческой жизни. Как его раскольников он хотел получить сразу весь капитал. проектировал выгодные издания Шиллера Эжена Сю, оспаривал крупные наследственные суммы, стремился стать землевладельцем, мечтал о большом выигрыше. Эти противоречия в сложной натуре творца Карамазовых сообщили большой драматизм его биографии и в конце концов разрешились трагически. Достоевский не только творил с увлечением и самозабвением, но и жил горячо, порывисто, страстно. Об этом свидетельствует его позднейшее признание. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил. Этот максимализм характера, избыточность и чрезмерность ощущений, безудержность переживаний, во многом определили его натуру и легли в основу его творчества. Любовь к жизни была сильной чертой личности Достоевского, обеспечившей ему яркость и мощь его бессмертных созданий. Уже под старость, в 1871 году, он писал «Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и серьезно все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро 50 лет, а я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера может быть и деятельности». Но наряду с этой ценной чертой творческой натуры сказывалась и привязанность страстного человека к минутным благам жизни, требовавшим подчас значительных материальных средств и обращавшим писателя к напряженной борьбе за них. «Вы едва почувствовали на плечах Эполеты», упрекает его опекун их семьи Карепин, «как довольно часто в письмах своих упоминали два слова «наследство» и «свои долги». Вскоре расчеты осложняются. В 1844 году петербургский чиновник инженерного департамента получает командировку в одну из дальних крепостей Оренбург или Севастополь. Такая поездка требовала значительных затрат и отняла бы несколько месяцев, прервав иначатую литературную работу. Достоевский решается отдаться всецело своему творческому призванию и подает в отставку. Он не скрывает в своем деловом письме опекуну. Ему нужны средства для новой дороги в жизнь, для широкой писательской деятельности, единственной, для которой он считает себя созданным. Но московская родня не сочувствовала сомнительной карьере сочинителя. Карипин продолжает отстаивать достоинство царского жалования и даже иронизировать в своих письмах к юному родственнику над его поклонением Шекспиру. Федор Михайлович обзывает своего опекуна Фальстафом, Чичковым и Фамусовым, провозглашая при этом непоколебимую верность своему высшему призванию. «Изучать жизнь людей моя первая и цель и забава». Опека уступает настоянием непреклонного художника и высылает ему 500 рублей серебром. 19 октября 1844 года Достоевский по прошению уволен от службы, а 17 ноября исключен из списков петербургской инженерной команды. Это важная дата в его жизненной летописи. С этого момента он вольный литератор, принадлежащий исключительно своему писательскому призванию. Ему исполнилось 23 года. Он полон новых замыслов и необраченных надежд. Только что появился в печати его первый труд, перевод Евгении Гранде. «Чудо! Чудо! Перевод бесподобный!» сообщает он брату. Вышедший из романтизма Бальзак в своем шедевре реалистического искусства выражал непоколебимую преданность методу углубленного раскрытия духовной жизни героев при широкой разработке большой общественной идеи гибельной власти золота над судьбами людей. Как художник Достоевский рос и возревал за этой работой. Перевод Евгении Гранде оказался для него подлинной школой, практическим семинаром по искусству романа. Это малоизвестное дебютное создание Достоевского свидетельствует о том, что новичок в литературе уже смело и уверенно овладел материалами слова, дающими ему право вступить на большое писательское поприще. Так почувствовал и сам Достоевский. Закончив перевод и сдав свою рукопись в редакцию репертуара и пантеона, он ощутил себя готовым для самостоятельного творчества. Французская повесть, казалось, во многом перевоспитала его и как бы довершила его формацию художника. Гоголь открыл ему трагизм повседневного. Беринский указывал целый путь в современность. Бальзак раскрывал потрясающую правду жизни, изображая человеческие характеры в их неотрывной связи с социальной борьбой эпохи, разгул хищнических инстинктов и недосягаемую красоту одинокой женской души, преодолевающей безграничностью своего чувства весь ужас этого преступного царства. В этом была своя романтика, но уже глубоко реалистическая. Первая книга В январе 1844 года он пережил внутренние события, которые назвал видением на Неве. Это было осознание будущего мира своих драм и образов. Он нашел наконец своих героев. Он прозрел в новую художественную форму, отвечающую его идеям. Теперь он мог творить. И замерещилась мне тогда другая история. в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная. И глубоко разорвала мне сердце вся их история. Это уже в одной фразе почти вся тематика и весь стиль Достоевского до катастрофы. Мелкий канцелярист — это ведущий персонаж натуральной школы, восходящий к петербургским повестям Гоголя. Но сердце честное и чистое в этой титулярной груди, но надрывная грусть оскорбленной девочки — это уже внутренний мир человека, как определит романтизм Белинский, выделяя в этом движении прежде всего сокровенную жизнь человеческой личности. Весною 1845 года Достоевский заканчивает свой первый роман в объеме «Эжени Гранде» и на нем сосредоточивает теперь все свои планы и ожидания. На титульном листе своей рукописи он надписывает заглавие «Бедные люди». Это как бы девиз и программа все его будущей деятельности. В 1843 году в статье «Континентальные дела» Энгельс отмечал полную революцию в европейской литературе последних лет. Место королей и принцев, которые прежде являлись героями, начинает занимать бедняк, отверженный класс, чья жизнь и судьба, нужда и страдания составляют содержание романов. Это новое направление таких писателей, как Жорж Санд, Эжен Сю и Диккенс, является, несомненно, знамением времени. Маркс и Энгельс сочинение том 1 страница 542 примечание автора Такими авторами, как мы видели, уже зачитывался Достоевский, и такая смена героев происходит в его замыслах. Высокий интерес представляет борьба сменяющихся стилей в первой повести Достоевского, где неофит реалистического письма не в силах окончательно порвать со своей ранней романтической манерой, утверждая в глубокий новаторский метод, который и получит в его позднейших романах всемирное признание. Время требовало будничного, прозаического, примелькавшегося типа. Самый любимый герой наш теперь не поэт, не импровизатор, не художник, но чиновник, или, пожалуй, откупщик, растопщик, вообще приобретатель, писал как раз в 1845 году критик финского вестника. Начинающий Достоевский подсчитался с такими требованиями дня и поставил в центр своих ранних произведений современных деятелей, чиновников, откупщиков, накопителей, крепостников, даже петербургских сводниц. Но юный автор все же не смог расстаться со своими любимейшими образами, с поэтом, импровизатором и художником, с всевозможными Наполеонами, по термину Белинского. Отсюда его мечтатели, поклонники Пушкина, излюбленные герои предшествующего поколения. Они нужны Достоевскому для раскрытия и выражения его заветнейших творческих устремлений, неудержимо рвущихся сквозь принятую им систему натуральной школы. Они уверенно выступают на первый план и заслоняют своими гордыми обликами всю эту чиновничью мелюзгу и нравственные отбросы столичного центра. Волна романтизма бьет ключом из физиологических очерков молодого Достоевского. Так строится и его первый роман. Со всей точностью воссоздается в нем бытовая и социальная обстановка, в которой разыгрывается безысходная душевная драма героев. В духе натуральной школы изображается Николаевский Петербург, черные закоптелые капитальные дома, пучки газа в тумане, скользкая набережная фонтанки с грязными бабами, продающими гнилые яблоки и мокрые пряники, гороховая улица с богатыми лавками и пышными каретами, этюд в манере Невского проспекта. Выделяются особые внеэстетические натюрморты мелкомещанского быта, грязная лестница, заставленная руклядью и лоханками, развешанное белье, от которого идет по всему помещению такой гнилой и остро услащенный запах, что хижики так и мрут. Но имеется здесь и то, о чем не думали писатели натуральной школы, трагедия глубокого чувства, израненного и растоптанного жизнью. Основная задача Достоевского показать, как осуждены переживать любовь бедные люди. Страшен неветхий вицмундир и незадыкающиеся чижики. Страшна та удушливая общественная атмосфера, в которой обрекается на гибель высшее проявление свободной человеческой личности. Лейтмотив повести — духовная связь благородных и скромных людей в жестоких условиях современного строя. Взаимное влечение Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой подвергается испытаниям безжалостного миропорядка. Мечтательницу девушку, уже запроданную богатому сладострастнику, отдают теперь навсегда в его полную собственность. На основе социальных противоречий и вырастает острая психологическая драма, уже предвещающая будущего Достоевского. Это и было то новое слово начинающего писателя, которое так поразило современников. Сила и право чувства, попираемого действительностью, но сохраняющего и под гнетом деспотического режима свое значение высшей жизненной ценности. Об этом Гоголь еще ничего не сказал. Это было наследие преромантизма в новых формах реалистической повести. Это был сентиментальный роман, как назовет вскоре сам Достоевский «Свои белые ночи», но только развернувшийся на основе страшного петербургского пауперизма сороковых годов. Это и даст основание некоторым критикам именовать направление молодого автора сентиментальным натурализмом. Вот почему в этой повести о «Сторичной бедноте» ставятся проблемы совершенно чуждые о черкистом сороковых годов. Это высокая моральная патетика замысла, тема высшего благородства, предельного чистосердечия, бескорыстной любви, совершенного внутреннего облика. Макар Девушкин — это первый прекрасный человек Достоевского, его ранний рыцарь бедный. Как и будущий князь Мышкин, он не смешон, а трагичен. Это чистая и самоотверженная душа, пламенеющая любовью и состраданием, но обреченная на гибель в окружающем ее бессердечном мире насилие и всеобщей купли продаж. Таков был новый тон, зазвучавший в русской литературе. Герой называет две повести Пушкина и Гоголя, по-новому раскрывшие ему смысл его существования. Но шинель смущает его отсутствием живого объекта драмы и глубокой боли в душе забитого маленького человека, зато станционный смотритель это мое собственное сердце. Простодушный читатель высказывает безошибочное суждение об этом изображении горестной участи коллегского регистратора, потерявшего дочь. Такая боль и разъясняет ему сокровенную драму его собственной души. Внутренняя жизнь героя разработана в бедных людях методом натуральной школы. Но задание Достоевского не быт, а сердце человеческое, изнывающее от глубокого чувства к такому же подавленному и несчастному существу. Архаичной была и другая ведущая тема повести «Судьба обольщенной девушки». Это обычная фабула преромантической литературы XVIII века, новая Элоиза, Кларисса Гарлоу, бедная Лиза. Только старинный сюжет модернизировался и раскрывался в типичной обстановке Петербурга сороковых годов. Пройдут годы, и на таком же фоне капиталистического города вырастет в идиоте огромный и печальный образ чистой женской души, загубленной в страшном мире разнузданных инстинктов и денежного всемогущества. Здесь звучала, наконец, еще одна характерная для Достоевского тема, углубляющая для него физиологический очерк до подлинного большого искусства. Это была тема творца, мыслителя, поэта, которая стала для него основной. Таков первый, еще эскизный, но уже отчетливый образ молодого писателя Петра Покровского, живущего в нищете среди своих книг и рукописей и преклоняющегося перед Пушкиным. В нем уже дан очерк духовного героя, который через двадцать лет, пройдя через сложные философские борения автора воплотиться в образе Раскольникова. Первый роман писался медленно, он был задуман зимой 1844 года и тогда же начат. Первоначально намечалась история злоключений современной провинциальной девушки в столичном городе, что и сохранилось частично в окончательной редакции в виде автобиографических записок Вареньки Доброселовой. Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Но обычная мемуарная форма, видимо, не удовлетворяет Достоевского, и наивная манера девичьей исповеди не дает ему простора для раскрытия побальзаковские современной драмы на ярком фоне эпохи с ее жестокой борьбой инстинктов и вожделений. Он обращается к старинной форме романа в письмах, который возродился в новейшей французской литературе, раскрывшей в нем глубокий и гибкий жанр для выражения тончайших душевных переживаний. Так был написан Жак Жорж Сант, с героем которого русская критика сближала Макара Девушкина. Достоевский Достоевский принимает этот обновленный лирический вид повествовательной прозы и открывает свою литературную деятельность простым и увлекательным эпистолярным зачином. Апреля восьмого Бесценная моя Варвара Алексеевна Вчера я был счастлив Чрезмерно счастлив Да нельзя счастлив Вы хоть раз в жизни упрямятся меня послушались Катая взволнованность и сколько любви и тревоги Это зазвучал голос великого писателя С первых же строк раздается подлинная тональность будущего романиста поэта Открывается новый путь Найдена большая душевная тема самоотверженной любви вместе с глубоким и поэтическим ее выражением в письмах двух влюбленных Все преображается новооткрытым законом Достоевский вводит непредвиденные мотивы в прежнюю редакцию своей повести выдвигает на первый план своего кроткого и благородного героя ставит тему любви жертвы как центральную в своем замысле и создает ряд писем исповедей и писем признаний раскрывающих всю неисчерпаемую возможность человеческой личности к озарению счастьем близкого существа ценою собственной жизни слагается и утверждается в действии и драме намеченный образ несчастного и прекрасного человека который и становится ведущим героем преображенного в корне романа Вареньки таково было становление творческой системы Достоевского которая до конца будет выражаться в неисчерпаемом обилии замыслов и вариантов в бурном половодье тем и типов в головокружительной смене концепции и редакции в бестрепетном сожжении целых глав и частей в непрекращающемся процессе созидания и разрушения во имя ускользающего совершенства все же неизбежно достигаемого мужественным мастером на гранях отчаяния и высших прозрений В литературном мире Глава третья Буря Белинского Самая восхитительная минута После десяти месяцев напряженной работы повесть была готова Раз утром вспоминал Григорович живший в то время с Федором Михайловичем на одной квартире Достоевский зовет меня в свою комнату Перед ним на небольшом письменном столе лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата с загнутыми полями и мелко исписанная Садись-ка Григорович Вчера только что переписал «Хочу прочесть тебе садись и не перебивай» сказал он с необычной оживостью «То, что он прочел мне в один присест и почти не останавливаясь явилось вскоре в печати под названием «Бедные люди»» Слушатель был восхищен до нельзя Уже вступивший в литературу своим очерком петербургские шарманщики Григорович был в курсе текущих издательских дел Он знал что Некрасов собирал материал для альманаха и решил показать ему рукопись Достоевского В тот же вечер Григорович с Некрасовым сели за чтение новой повести как полагали на пробу С десяти страниц видно будет Но не отрываясь прочитали в один присест все семь печатных листов Повесть поразила их силою своего драматизма Картина похорон студента когда старик-отец бежит под ледяным дождем с обнаженной головой за гробом сына в глубочайшем смятении роняя как прощальные цветы его любимые книги в уличную грязь потрясла своим будничным трагизмом Читает он про смерть студента рассказывал потом Достоевскому Григорович и вдруг я вижу в том месте где отец за гробом бежит у Некрасова голос прерывается раз и другой и вдруг не выдержал стукнул ладонью по рукописи ах чтоб его это про вас-то и этак мы всю ночь Вскоре Некрасов писал о бесподобных типах созданных начинающим писателем Финал «Когда старик девушкин прощался с Варенькой я не мог больше владеть собою и начал схрипывать я украдкой взглянул на Некрасова по лицу у него так же текли слезы друзья решили сейчас же отправиться к Достоевскому Тот был глубоко тронут этим необычайным визитом в столь ранний час на исходе светлой белой ночи Они пробыли у меня тогда с полчаса вспоминал он в 1871 году в полчаса мы Бог знает сколько переговорили с пол слова понимая друг друга с восклицаниями торопясь говорили и о поэзии и о правде и о тогдашнем положении разумеется и о Гоголе цитируя из Ревизора и из Мертвых Душ но главное о Белинском я ему сегодня же снесу вашу повесть но теперь спите спите мы уходим а завтра к нам Достоевский не мог уснуть восхищение повестью первых же ее читателей наполняло сердце еще неизведанным счастьем сам он записывал свои видения и думы со страстью почти со слезами теперь они дошли до других человеческих сердец и ударили по ним с неведомой силой но эту упоительную радость сменяла тревогу что скажет Белинский как оценит его рукопись этот ужасный и страшный критик да и возможно ли безвестному начинающему автору вступать в беседы с таким непререкаемым судьей словесных ценностей уже открывшим ему своими статьями столько тайн литературного искусства о новом гоголе прямо заявил вождю натурализма некрасов вбежав майским утром в его кабинет висарен григорьевич прочтите ради бога прочтите эту рукопись поскорее если я не ошибаюсь судьба посылает нашей литературе нового блестящего деятеля по моему мнению это превосходнейшая вещь здесь и далее приводим главные разговоры по повести Некрасова «Каменное сердце» в которой поэт обстоятельно описывает по личным впечатлениям первую встречу Белинского с Достоевским эта неоконченная повесть была открыта в архиве Некрасова Корнеем Ивановичем Чуковским и впервые опубликована в 1919 году Нива номера 34 37 для ясности заменяем вымышленные имена и придуманные заглавия подлинными обозначениями примечания автора Белинский скептически выслушал словословие молодого поэта но уступая его настоянием взял новую повесть для прочтения с первой словами и и он какое глубокое теплое сочувствие к нищете, страданию. Скажите, он должно быть бедный человек, и сам много страдал. Написать такую вещь в 25 лет может только гений, который силою постижения в одну минуту схватывает то, для чего обыкновенному человеку потребен опыт многих лет. До глубокой ночи проговорили приятели о новой повести и об авторе, которого Некрасов пообещал завтра же привезти к Белинскому. Несмотря на поздний час, он зашел к Достоевскому и с юношеским увлечением пересказал ему мнение Белинского о бедных людях. Задумчивое лицо молодого романиста озарилось необычайным счастьем. На другой день первым посетил Белинского один из его литературных друзей — Анненков. Критик стоял у окна с большой тетрадью в руках, лицо его выражало волнение. Вошедшему приятелю он указал на рукопись начинающего таланта как на первую попытку у нас социального романа. Белинский отметил и глубокую философскую идею новой повести — несостоятельность идеализма и обреченность прекраснодушного мечтательства в жестоких условиях современного общественного быта. Дело тут простое, — сказал он Анненкову. Нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кость. Вот и все. А какая драма? Какие типы? И Белинский стал горячо и нервно читать вслух наиболее поразившие его места. Это были, судя по его печатным отзывам, сцены в кабинете директора, у смертного Адра Горшкова, на похоронах молодого Покровского, при отъезде Вареньки. Последнее письмо Макара Девушкина. Тут все истинно глубоко и велико. На третий день Некрасов в назначенный час зашел к Достоевскому, но застал его в состоянии большой растерянности. Застенчивый и мнительный автор упорно отказывался идти к Белинскому. Что я ему? Какую роль буду я играть у него? Что между нами общего? Он ученый человек, известный литератор, знаменитый критик. А я? Что я такое? Федор Михайлович, Федор Михайлович, какое смирение! И перед кем? Разве я не читал бедных людей? Разве Белинский не читал их? Так что? Что ж такое? Сдерживая улыбку тихо и вкратчиво произнес Достоевский. Но через минуту тень сомнения и страха снова легла на его лицо. Оно имело обыкновение, вспоминает Некрасов, меняться тысячу раз в минуту, то изображая собою угрюмую тучу, то вдруг мгновенно озаряясь ярким играющим светом, каким блестит солнце по морозам. После долгих уговоров Достоевский, наконец, решился. Молодые литераторы отправились к знаменитому критику. Белинский жил в большом доме на углу Невского и Фонтанки, во дворе, в двух комнатах по черной лестнице, выходивших окнами на конюшню. Солнце никогда не заглядывало сюда. Но кабинет критика был необычайно чист и опрятен. Нигде ни соринки, полы натерты до зеркального блеска, письменный столб в образцовом порядке, на подоконниках зелень и цветы, на стенах портреты друзей и любимых поэтов, а рядом с ними на этажерках бюсты и статуи Вольтера, Руссо, Гёте, Пушкина и Гоголя. Посетителей встретил невысокий человек с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами, с тем суровым и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей. Вся его повадка была чисто русская, московская. Он заговорил и закашлял в одно и то же время. Но вскоре он оживился и весь преобразился. С приветливой улыбкой он расспрашивал новичка о его работе над повестью и попутно рассказывал о темпах творческого процесса у Пушкина, Байрона и Гоголя. Он показал гостям собранные им автографы знаменитых писателей. Ласковый прием Белинского успокоил смущенного Достоевского. Он жадно вслушивался в горячую речь критика, который сосредоточил свой анализ на главном характере нового романа. Да ведь этот ваш несчастный чиновник, ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже право на несчастье за собой не смеет признать. И когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей, он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть их превосходительство. А это оторвавшаяся пуговица, а это минута целования генеральской ручки. Да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас. В этой благодарности-то его. Ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись. Самое главное разом указали. Волнение Белинского не переставало нарастать. Вот тайна художественности, вот правда в искусстве, закончил он свой пламенный отзыв. Вот служение художника истине. Вам правда открыта и возвещена, как художнику, досталось как дар. Цените же ваш дар и оставайтесь верным ему, и будете великим писателем. Достоевский вышел от Белинского в упоение и остановился на углу его дома, то есть у самого Аничкого моста. Стоял светлый день. По Невскому суетливо мелькали прохожие. Фонтанка отсвечивала прозрачным и бледным весенним небом. Бронзовые укротители коней Клотта чуть шевелились, отражаясь в еле вздрагивающей воде. В жизни моей произошел торжественный момент — перелом навеки. Всем своим существом ощущал Достоевский. Началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. Начиналась неведомая, бескрайняя творческая жизнь. Он был посвящен главою русской литературы в братство писателей своей родины. И молча он приносил теперь свою присягу. «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом», — писал через тридцать лет автор первого в России социального романа. У Панаевых Некрасов и Григорович ввели Достоевского в дом Панаевых. Это был один из центров петербургской художественной жизни. Здесь было много чтений, бесед и споров. Для Достоевского этот литературный салон оказался важным этапом его личной биографии. Именно здесь он пережил свою первую любовь — духовную, идеальную, поэтическую и утаенную. И прежде всего — эстетическую. Панаев устроил у себя специальный вечер для ознакомления литературного Петербурга с неизданной новинкой — повестью «Бедные люди». Читал сам Достоевский, тогда человек конфузливый, вспоминал один из слушателей. Но его чтение произвело на всех потрясающее впечатление. Иван Иванович Панаев играл видную роль в кружке Белинского и был одним из модных билетристов сороковых годов. Его повести о нагр, актеон, литературные тля читались с живейшим интересом. Это был добродушный и легкомысленный человек, ребенок и ветрогон, по словам его друга-критика, Достоевский ценил такие непосредственные натуры и надолго сохранил с Панаевым литературные отношения. Этот занимательный, но неглубокий новеллист был женат на знаменитой красавице Авдоте Яковлевне Брянской, дочери известного трагика времен пушкинской молодости. Она росла в атмосфере театрального искусства. В семье их бывали Каратыгины, Самойловы, Мартынов, Семенов, Асенковы. По совету знаменитого балетмейстера Дидло, девушка готовилась в танцовщице, что навсегда сообщило гибкость ее фигуре и грацию ее движениям. Но еще более восхищало молодых литераторов ее скульптурное лицо с матово-смуглым румянством и мраморный лоб в оправе гладко причесанных черных волос. Несмотря на такую блистательную внешность, она была несчастна. Ее легкомысленный супруг отдавался своим непрерывным увлечениям, детей у нее не было, запасы нерастраченной любви тяготили ее живое и отзывчивое сердце. Через несколько лет Некрасов, ставший спутником ее жизни, так обрисовал эту страстную натуру в момент ревнивого возмущения. Упали волосы до плеч, уста горят, румянцам рдеют щеки, и необузданная речь сливается в ужасные упреки. 15 ноября 1845 года, когда друзья ввели Достоевского в гостиную Панаевых, он впервые встретился с такой блестящей красавицей из культурной среды. Чрезвычайно впечатлительный, к явлениям торжествующей жизненной красоты, он, видимо, сразу был поражен точеным обликом этой русской женщины в полном расцвете своего необычайного обаяния. В то время ей было 25 лет. Она любила жизнь, празднества, развлечения, роскошь, но при этом была необыкновенно добра и участлива. Именно это вызывало непреодолимое сердечное влечение к ней. Достоевский был захвачен своим первым чувством, раскрывшим ему новый мир глубоких душевных ощущений. Это было целое событие в его жизни. «Русские довольно чутко умеют различать красоту и на нее падки», — писал он по личному опыту через двадцать лет. Но в ранней молодости, погруженный в свои рукописи и книги, он совершенно забыл о своей сердечной жизни. Эпоха литературных выступлений еще сильнее отвлекала его от романтических переживаний. «Я расспрашивала Федора Михайловича о его увлечениях», — рассказывает Достоевская, «И мне показалось странным, что, судя по его воспоминаниям, у него в молодости не было серьезной горячей любви к какой-нибудь женщине. Объясняю это тем, что он слишком рано начал жить умственной жизнью. Творчество всецело поглотило его, а потому личная жизнь отошла на второй план. Затем он всеми помыслами ушел в политическую историю, за которую так жестоко поплатился. Панаева отнеслась к Достоевскому, видимо, с присущим ей теплым вниманием, не догадываясь о той роли, какую она сыграла в его жизни. «Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его», — писал Достоевский брату 16 ноября 1845 года. «Она славится в Петербурге, она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма да нельзя». И через несколько недель. «Я был влюблен не на шутку в Панаеву. Теперь проходит. Я не знаю еще». Достоевский верно почувствовал и отметил ум Панаевой. Вскоре она выступила на литературном поприще, написав несколько романов и под конец жизни книгу известных мемуаров «Русские писатели и артисты». Достоевская, не затрагивая этого эпизода в своих воспоминаниях, относящихся к другой эпохе, в личных беседах придавала ему некоторое значение. Увлечение Панаевой было мимолетно, но все же это было единственным увлечением Достоевского в его молодые годы. В доме у них, где к Федору Михайловичу начали относиться насмешливо, неглупая и, по-видимому, чуткая Панаева, пожалела Достоевского и встретила за это с его стороны сердечную благодарность и нежность искреннего увлечения. Слышано мною от Анны Григорьевны Достоевской весною 1917 года в Сестрорецке. Тогда же записано. Впервые опубликовано в моей книге «Путь Достоевского. Ленинград. 1924 год». Примечания автора Ноты сочувствия и сострадания к болезненно впечатлительному человеку, попавшему в насмешливую среду молодых литераторов, слышатся и в воспоминаниях Панаевой о ее встречах с начинающим автором бедных людей. Вскоре Достоевский перестал бывать в их доме. Казалось, это увлечение прошло бесследно для его творчества. Простой случайностью можно было объяснить, что именем Панаевой была названа одна из замечательных красавиц романов Достоевского «Абдотья» Романна Раскольникова. Но в своем любимейшем создании, в «Идиоте», он через двадцать лет увековечил эту необычайную русскую красоту, отмеченную глубоким страданием и предвещающую высокую духовную озаренность. Акварель Панаевой середины девятнадцатого века изображает точеное лицо молодой женщины с гладко причесанными черными волосами, отмеченная тревожной думой и внутренней болью. Именно такой воспринимает князь Мышкин на фотографическом портрете образ Настасии Филипповны. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице. И в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Красота становится духовной, перерождается в нравственное начало, ставит проблему доброты. — Добра ли она? — спрашивает Мышкин. — Ах, как бы добра, все было бы спасено! Контрасты натуры Панаевой разрешались в чувстве непосредственной и деятельной любви. Она доказала это позже, ухаживая с редкой самоотверженностью за умирающим добролюбовым. Достоевский со свойственной ему чуткостью это понял и повлекся сердцем к этой первой одухотворенной красавице, встретившейся на его пути. Но он ничем не мог пленить эту светскую женщину с вольнолюбивой душой. Вот как описывает его Панаева в своих воспоминаниях. С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица. Небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались. Первоначально он был очень застенчив и не вмешивался в общий разговор, но вскоре он проявил себя страстным спорщиком. По молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и высокое мнение о своем таланте. Уже вторая повесть Достоевского, «Двойник», послужила причиной первых разногласий. Петербургская поэма В начале декабря 1845 года Белинский устроил в себя вечер, посвященный чтению и обсуждению новой повести Достоевского «Двойник». Автор прочел три первые главы, где уже раскрывается драма оскорбленного героя, которого отказались принять на обед к статскому советнику Бериндееву, отцу прелестной Клары. Чтение Достоевского слушали Тургенев, Григорович, Аненков и другие члены кружка. Подробно высказался Белинский. Второе произведение Достоевского оказалось едва ли не самым дискуссионным во всем его литературном наследии. Хотя оно зародилось в кругу идей отечественных записок, в целом оно противоречило принципам натуральной школы и вызвало резкие возражения. Вот почему творческая история приключений господина Галяткина представляет значительный интерес для суждения об эволюции стиля их автора. В 1845 году появился в печати отрывок из неоконченной повести Лермонтова «Штос». Герой ее художник Лукин — фигура трагическая, он некрасив и нелюбим женщинами. Он уединяется и отдается своей тоске. Сплин его перерастает в навязчивые представления. Лица окружающих кажутся ему желтыми, как на полотнах испанских портретистов. Им овладевают галлюцинации. Его сознание явно распадается. Этот тонкий этюд душевного заболевания развернут на фоне неприглядной столичной улицы. Ноябрьское утро, мокрый снег, грязные дома, мелькание сквозь туман серо-лиловых прохожих, шум и хохот в подземный пол пивной — все это явно предвещает Петербург Достоевского. Весьма примечательно, что Лугин поселяется в большом доме с грязной лестницей и множеством квартир в столярном переулке у Кокушкина моста. Это точный адрес Раскольникова. Он звучит в Лермонтовском отрывке навязчивой слуховой галлюцинацией Лугина. Повесть Лермонтова была напечатана в альманахе Сологуба «Вчера и сегодня», на которой Белинский откликнулся в майской книжке отечественных записок 1845 года. О Лермонтовском отрывке критик с обычной зоркостью писал. Несмотря на то, что его содержание фантастическое, читателя невольно поражает мастерство рассказа и какой-то могучий колорит, разлитый широкой кистью по недоконченной картине. Оценка Белинского, опубликованная как раз в момент знакомства с ним Достоевского, могла обратить внимание начинающего автора на повесть Лермонтова. Двойник был, очевидно, задуман в мае 1845 года, а летом Достоевский уже усиленно работает над этой темой, живя в Ревеле у брата. Первое упоминание о новом произведении мы находим в письме писателя к Михаилу Михайловичу из Петербурга от начала сентября 1845 года. «Галяткин выиграл от моего сплина». Именно этим термином Лермонтов обозначает состояние своего заболевающего героя. Но Достоевский, как всегда, пошел своим путем и выработал свой глубокий и обширный замысел. Он до конца особенно любил свою непризнанную повесть. «Идея ее была довольно светлая», — вспоминал он через 30 лет. «И серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно». Это был углубленный психологический этюд раздвоения личности, то есть острого душевного страдания одного заурядного чиновника, пораженного грубой и страшной поступью жизни, безжалостно извергающая из своего круга этого незаметного и безобидного человека, якобы по доносу тайного соглядатая, созданного его больным воображением и как бы воплощающего все его слабости, недостатки и прегрешения. Эта история душевной болезни тесно переплеталась с фактами современной общественности, и в этом, несомненно, сказались глубина и актуальность авторского замысла. Добролюбов впервые отметил в двойнике явственное звучание социальной темы. Сумасшествие Галяткина, по тонкому замечанию критика, имело свои общественные причины. Он сходит с ума вследствие неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения. Ему понравилась девушка из высшего чиновного круга, но как искатель незавидный он был отстранен, и вот тут-то перевертываются вверх дном все его понятия. Социальная драма Галяткина перерастает в его душевную трагедию. В первой редакции повести одним из главных пунктов помешательства Галяткина была, по его собственному выражению, историческая идея, отрепьевая в наш век невозможны. Старинное политическое явление самозванства приобретает здесь психологический характер морального беззакония и мнимого духовного авторитета, тема, которая будет наново и широко разработана Достоевским в его поздних романах. В двойнике робкий маленький человек запуган императорским Петербургом, преследующим его своим бдительным оком и окружающим своими тайными силами. Это и приводит его к безумию. Героя Достоевского предвещает бедный Евгений Пушкина, за которым гонится по пятам бронзовый Петр, символ неумолимого и мстительного самодержавья. И во всю ночь безумец бедный, куда б стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Указано в моей книге «Библиотека Достоевского», «Одесса», 1919 год, страница 70-я. Там же сопоставление с неоконченной повестью Лервонтова. Примечание автора. Николаевская система с ее гонениями и устрашениями вызывала подлинные мании преследования. Один из приятелей молодого Достоевского отзывался о нем как о человеке крайне замкнутом, осторожном, боязливом и общественно-мнительном. Вот, видимо, почему Достоевский и определял двойника как исповедь, то есть рассказ о своей тайной внутренней драме. Характерно, что в планы второй редакции в 1866 году Достоевский вводит некоего Антонелли, сыгравшего такую гибельную роль и в его личной судьбе. Эта тема в ее первоначальной форме ощущается и в ранней редакции повести, уже сообщая ей остро политическое звучание. После восстания 14 декабря политическая полиция в России, весьма грозная уже в эпоху Аракчеевщины, была реорганизована и усилена. Доносительство достигло степеней чрезвычайных и не переставало расти и изощряться, пока не приняло в преддверии 1848 года невообразимые размеры. Особенно страдавшие от такого режима писатели решались иногда отмечать такие жуткие гримасы современной действительности. Ведок Фиглярин в эпиграммах и филетонах Пушкина, Шприх в маскараде Лермонтова, Загорецкий в горе от ума выполняют такую сатирическую функцию. Хорошо известна и данная Белинским характеристика Николаевской эпохи, как среды бесправия и лжи, где Пушкин жил в нищенстве и погиб жертвой подлости, а гречи и булгарины заправляют всею литературою помощью доносов и живут припеваючи. Страдали от такой системы и маленькие люди. В тревоге и ужасе оправдывается Галяткин от обвинений в вольнодумстве, понимая, что козни врагов неотвратимы. Ясное дело, что подкупали, шныряли, колдовали, гадали, шпиончили, что, наконец, хотели окончательной гибели господина Галяткина. Эти мысли, тщательно завуалированные от цензуры 1846 года, Достоевский намеревался развить во втором издании повести в начале 60-х годов. Сохранилась конспективная запись эпизода «Г. Галяткин у Петрашевского», в которой тема тайного преследования разрабатывается открыто и прямо на основе личного опыта молодого Достоевского. Намечался смелый поворот фабулы и яркое озарение темы. Вслед за главным героем проникает в политический клуб и его злокозненный попутчик. Он предупреждает президента, что Галяткин старший, заинтересовавшийся пятницами якобы агент-провокатор, который донесет на него властям. Когда оклеветанный посетитель кружка пытается расстроить эту интригу и раскрыть Петрашевскому глаза на грозящую ему опасность, глава фурьеристов, уже получивший ложную информацию о Галяткине старшем, заявляет ему «Вы-то и есть доносчик». Отныне оклеветанный герой не только лишен возможности посещать социалистическое общество, но вынужден немедленно же скрыться. С полной отчетливостью Достоевский выразил это в планах новой редакции двойника. Г. Галяткин у Петрашевского. Младший говорит речь. Тимковский, как приехавший, втирается в доверие к новому члену. Система фурье, благородные слезы, обнимаются, он донесет. Этот двойник всего страшнее тем, что он ведет к безумию. Достоевский, постоянно беседовавший с доктором Яновским о нервных болезнях, лечившийся у него от нераспознанных обмороков или мозговых припадков начальной формы эпилепсии, мог, вероятно, по собственным ощущениям наблюдать и описывать сложные случаи раздвоения сознания. Идея двойника и по окончании его приключений продолжала владеть мыслью Достоевского. В написанной вскоре повести «Хозяйка» он изобразил представителя петербургской сыскной полиции. В его оловянных очках и стремлении залезть в душу собеседника угадываются характерные черты не только николаевской жандармерии, но и самого Николая I, любившего разыгрывать со своими жертвами роль их сентиментального друга, поклонника наук и искусств. Достоевский, сочинение, том 1, Москва, 1956 год, страница 677. Примечание автора. Значительность темы ощущалась и при первом чтении повести. По свидетельству Григоровича двойник произвел сильное впечатление Наберинского, который на чтении повести сидел против автора, жадно ловил каждое слово и местами не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей. «Для всякого, кому доступны тайны искусства», — писал вскоре Белинский, — «с первого взгляда видно, что в двойнике еще больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в бедных людях. Это совершенно новый мир, впервые здесь открытый и воссозданный. Поражает патетический колорит повести и умение автора выразить мысль смелую и выполненную с удивительным мастерством». Критик возражал лишь против некоторых недостатков формы и отсутствия чувства меры, но и промахи автора только служат доказательством того, как много у него таланта и как велик его талант. Достоевский выслушивал наставление Белинского благосклонно и равнодушно, как вполне сформировавшийся автор. Но при этом он соглашался с мнением Белинского, что форма двойника не удалась и нуждается в переплавке. «Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип по своей социальной важности, который я впервые открыл и которого я был провозвестником», — писал он в 1859 году. До конца дней своих Достоевский будет искать соответственного воплощения для этой светлой и серьезнейшей своей идеи, наново пробуя и не переставая осложнять и углублять тему двойника в каждом новом своем романе. И только в своей последней книге он покажет огромный образ Ивана Карамазова, искаженный и облеченный его страшными спутниками Лакеем Смердяковым и Чертом. Накануне смерти Достоевский осуществляет свой заветный замостел и дает переработку своего раннего двойника в трех беседах и кошмаре Ивана Федоровича. Мучительные искания формы, соответствующие трудному замыслу, наконец завершены. Колеблющиеся контуры 1845 года, охватывая теперь историю страшнейшего преступления, отца убийства, вырастают в трагедию одного могучего интеллекта, расколотого ужасом и отчаянием перед собственным нравственным крушением. Бунт или утопия Задолго до личного знакомства с критиком отечественных записок Достоевский читал его статьи с увлечением. Это было в конце 30-х и самом начале 40-х годов, когда Белинский переживал свой глубочайший мировоззренческий кризис, преодолевая период примирения с действительностью. В то время он еще не оставил вполне своих гегельянских позиций, и это отвечало запросам молодого романтика. Вскоре решительный поворот Белинского к демократизму и социальности увлекает на новый путь и его ревностного читателя. В 1845 году Достоевский уже мог знать такие статьи зрелого Белинского, как «Парижские тайны», сочинение князя Адоевского, стихотворение Лермонтова, похождения Чичкова и знаменитый цикл сочинения Александра Пушкина, еще незаконченный. Уже в 1844 году их автор называет благородную задачу показать развратному и эгоистическому обществу зрелище страданий тех несчастных, которые осуждены современной цивилизацией на невежество, нищету, порог и преступления. Но для молодого Достоевского социализм не путь к революции, а только новая нагорная проповедь или призыв к братству в царстве всеобщей войны за власть и деньги. Утопический социализм сравнивался его вождями с христианством и стремился лишь к обновлению древнего учения в духе современных запросов цивилизации. Это и принял поэт петербургской бедноты, и на такой почве альтруистической нравственности и личной святости закипела его идейная борьба с великим бунтарем, уже искавшим в новейшем учении о борьбе классов указания для генерального сражения с обреченным миром порабощения и нищеты. Все это, несомненно, указывает на выдающуюся роль критика в приобщении молодого писателя к передовым социальным течениям эпохи, но одновременно определяет и резкое расхождение их политических ориентаций. Филантроп, написавший бедных людей и сам определявший свой ранний гуманизм как розовый, райско-нравственный, христолюбивый, исключал из своих воззрений якобинские методы государственного переворота, которые декретировал его учитель. В 1849 году Достоевский открыто заявит, что признает Белинского лишь за его давнишние эстетические статьи, написанные действительно с большим знанием литературного дела. Достоевскому «дорога моральная идиллия будущей общины» с ее поэзией любви и культом справедливости. Белинский же выступает как приверженец раннего коммунизма, уже прозревающий его грядущий строй, установление которого он признает немыслимым без революционных методов борьбы. Сохранилось позднейшее свидетельство Достоевского об одной из таких деклараций Белинского, которые великий романист никогда не мог опубликовать в печать. В 1873 году он говорил Всеволоду в Соловьеву. «Вот хоть бы о Белинском!» — он раскрыл номер гражданина с первым своим дневником писателя. «Разве тут я все сказал? Разве то я мог бы сказать? И совсем-то совсем его не понимают. Я хотел бы просто привести его собственные слова. И больше ничего. Ну и не мог. Да почему же? По непечатности. Он передал мне один разговор с Белинским, который действительно напечатать нельзя и который вызвал с моей стороны замечание, что ведь от слова до дела еще далеко, у каждого человека могут быть самые чудовищные, быстролетные мысли, и однако эти мысли никогда не превращаются в дело. И только иные люди в известные минуты любят с напускным цинизмом как бы похвастаться какой-нибудь дикой мыслью. Конечно, конечно, только Белинский-то был не таков. Он если сказал, то мог и сделать. Это была натура простая, цельная, у которой слово и дело вместе. Другие сто раз задумаются, прежде чем решиться. И все же никогда не решаться, а он нет. И знаете, теперь вот в последнее время все больше и больше разводится таких натур. Сказал и сделал. Застрелюсь и застрелился, застрелю и застрелил. Все это цельность, прямолинейность. И, о, как их много! И будет еще больше, увидите. Соловьев. Воспоминания о Достоевском. Санкт-Петербург. 1881 год. Примечание автора. Публикуя эту важную мемуарную страницу в 1881 году, Севолод Соловьев не мог выразиться яснее. Но из его слов явствует, что заявление Белинского имело один только смысл — пропаганду политического убийства. Недаром Герцан называл автора Дмитрия Калинина фанатиком, человеком экстремы, и заключал о нем. Тип этой породы людей — Робеспьер. В своих воспоминаниях о Белинском Герцан, Панаев, Каверин рассказывают о нескольких случаях его выступлений за террор и «Мать святую гильотину». Примечание автора. Таким выступал революционный максималист Белинский перед мечтателем о социальной гармонии Достоевским, превыше всего оценившим ранних утопистов за то, что в системе их нет ненависти. В кабинете у Аничкова моста шла настоящая борьба идей. Материалисту-атеисту-борцу, великому провозвестнику обличительной литературы и действенного искусства противостоял приверженец евангельской морали, искатель веры даже в периоды своих сомнений, сторонник идеалистической эстетики и фантастического реализма, не допускавшей свержения ценностей, завещанных ему романтической культурой. «Взгляд мой был радикально противоположен взгляду Белинского», — свидетельствовал о их литературных спорах сам Достоевский. Эти слова можно поставить эпиграфом ко всей их страстной и бурной дискуссии. «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма», — вспоминал Достоевский одну из первых лекций Белинского. «Как социалисту ему прежде всего следовало низложить христианство, то есть ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества». Воинствующий новатор, он неуклонно пролагал свой путь, утверждая для молодой литературы передовую философскую теорию. Это означало вести непримиримую борьбу с романтизмом и мистицизмом со всякой ходульной идеальностью. «В основе жизни — движение материи. Метафизику к черту. Деятельность ума есть результат деятельности мозговых органов». Так предвещал за четверть века Белинский одну из величайших книг русской науки «Рефлексия головного мозга» Сеченова. Уже в 1841 году критик-мыслитель сообщал своим друзьям, что идея социализма поглотила в его сознании не только историю и философию, но и религию. Вскоре он вынесет поражающие впечатления от речей Робеспьера о высшем существе, произнесенных 18-го флореаля и 20-го прореаля 1793 года. Это был переход к новой революционной религии, в которой культ разума или высшего существа, освобожденный от всяких таинств, откровений и чудес, обращал к поклонению свободе, равенству, республике, отечеству. Это была борьба с Ватиканом и дехристианизация Франции во имя новой политической и социальной морали восставшего народа. В своем учении Робеспьер стремился перенести поклонение и обожание масс с тысячелетних фетишей до потопной мифологии на великие явления гражданской современности. На революцию, на героических деятелей человечества, на мучеников борьбы с тиранией. Когда зимою 1841 года Панаев устраивает у себя чтение по истории французской революции, настоящим трибуном крайней левой выступает на этих собраниях его друг-критик. Надо было видеть в эти минуты Белинского. Вся его благородная пламенная натура проявлялась тут во всем блеске, во всей ее красоте, со всей своей бесконечной искренностью, со всей своей страшной энергией. И тут, вспоминает Панаев, оратор, постепенно воодушевляясь, проявлял себя настоящим борцом. Все это подтверждают письма Белинского, в которых он формулирует свою программу устроения человечества. Тысячелетнее царство Божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной жеронды, а террористами, обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жустав. Белинский вскоре знакомится с книгой Фейербаха «Сущность христианства», вызвавшей полный переворот в мировоззрении молодого поколения, а в 1844 году он принимает новейшую боевую декларацию атеизма. Его увлекли знаменитые афоризмы Карла Маркса «Религия есть опиум народа, упразднение религии как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья». Маркс «Критики гегелевской философии права», сочинение Маркса и Энгельса, 1955 год, том 1, страница 415, Белинский сохранил в своей библиотеке выпуск немецко-французского ежегодника, опубликовавшего эту статью, примечание автора. Незадолго до первой встречи с Достоевским Белинский писал Герцену 26 января 1845 года, вероятно, под непосредственным впечатлением от статьи Маркса «Критики гегелевской философии права», что в словах «Бог и религия» видят только тьму, мрак, цепи и кнут. Это проводило резкую демаркационную черту в идейных установках романиста и «Критика». В дневнике писателя 1873 года приведен один из их интереснейших споров. Возражая Достоевскому, Белинский выступал с резкой критикой христианства, направляя с обычной меткостью огонь своих аргументов против главных оплотов враждебного учения. Да знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел. В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался. Был тоже один молоденький начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе. «Мне даже умилительно смотреть на него», — прервал свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня. «Каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет». «Да поверьте же, наивный вы человек!» — он набросился опять на меня. «Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком. Так истушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества». «Ну нет», — подхватил друг Белинского, — «если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его». «Ну да, ну да, вдруг!» — и с удивительной поспешностью согласился Белинский. «Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними». В 1878 году Достоевский рассказывал профессору Оресту Миллеру о своих спорах с Белинским на тему христианства. Федор Михайлович года за три до своей смерти говорил об этом споре с тем же неугасшим с годами негодованием, и этим объяснилось для меня до тех пор казавшееся мне странным «Крайнее нерасположение его к Белинскому». Это опровергает всякие предположения о примирении автора Карамазовых с памятью критика-демократа во второй половине 70-х годов. Примечание автора. Эти крайние и противоположные решения проблем религии навсегда запомнились Достоевскому. В своей последней книге в поэме «Великий инквизитор» он продолжает свой спор с Белинским, возражая на его утверждение, что человек экономически приведен к злодейству. «Знаешь ли ты, — спрашивает великий инквизитор Христа, — что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а, стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные, накорми, тогда и спрашивай добродетели». Великий инквизитор по замыслу его творца критикует христианство с позицией социализма. Отсюда его солидарность с Белинским. Так уже накануне смерти Достоевский продолжает старый спор о христианстве и социализме, возникшей еще в эпоху бедных людей и захватившей на всю жизнь его мысль и творчество. Витясь горестной фигуры Достоевский по праву гордился успехом своей первой повести и не считал нужным скрывать этого в обществе. Он непоколебимо верил в свой талант и в свое призвание. «Никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь», — пишет он брату 1 февраля 1846 года. «Представь себе, что наши все, и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя. Во мне находят новую оригинальную струю, состоящую в том, что я действую анализом, а не синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. У меня будущность приблистательная». Такая невинная и наивная позиция встретила в кругу молодых литераторов ироническую реакцию. Кружок Белинского отличался не только ученостью, но и веселостью. «Споры и серьезные разговоры не велись методически», — вспоминал Кавелин, а всегда перемежались и смешивались со стротами и шутками. Следует отметить, что Тургенев не разделял восторженного мнения Белинского о литературном даре Достоевского и впоследствии открыто выразил это мнение в печати. Прославление свыше меры бедных людей было одним из первых промахов Белинского и служило доказательством уже начинающегося ослабления его организма. Все это отражалось на общественном мнении о новом писателе. В сотрудничестве с Некрасовым, мастером стихотворного фильетона, Тургенев написал рифмованное послание якобы от Белинского к Достоевскому, в котором критик сулил молодому автору самое почетное место в своем огромном альманахе Левиафан, но только при условии уволить редакцию от двойника, который не пользовался успехом в кругу наших. Эта стихотворная сатира начиналась обращением издателя к юному литератору, который в восторг уж всех поверг. Витязь горестной фигуры Достоевский милый пыщ. Пыщ то же, что пыш, то есть ком, прибивающий заряд. Примечание автора. В сатире имелись отдельные портретные штрихи. «Брось свой взор, пепеловидный» и другие. Все это в первых куплетах не выходило за границы литературной шутки и обыгрывало обычное тщеславие восходящей звезды, завоевавшей всеобщий восторг. Но в дальнейшем тон дружеского шаржа явно нарушался. Самый эпизод для такого безобидного осмеяния был выбран неудачно. Незадолго перед тем Достоевский появился на вечере у известного музыканта и мецената графа Михаила Юрьевича Вильгорского. Сюда, очевидно, пригласил Федора Михайловича зять хозяина, писатель Владимир Сологуб, посетивший перед тем автора «Бедных людей» и восхищавшийся его повестью. У знатного вельможа собирались светила артистического и политического миров наряду с журналистами и маленькими актерами. Здесь бывали Адоевский, Вяземский, Блудов, Настельроды, Тютчев, знаменитый виолончелист Матвей Виегорский, брат композитора. В таком блестящем кругу Достоевский был представлен одной великосветской девице с пушистыми буклями и с блестящим именем, как рассказывает Панаев. Это была белокурая и стройная Синявина. Вероятно, дочь Синявина — директора Азиатского департамента, а с 1850 года — товарища министра иностранных дел, примечание автора. Она интересовалась театральными и литературными знаменитостями и пожелала познакомиться с автором модного романа. Во время представления, взволнованной и наэлектризованной обстановкой большого великосветского приема, нелюдимой и конфузливой, литератор почувствовал себя дурно и даже потерял сознание. Он упал, очевидно, в припадке эпилепсии, в то время еще неясно выраженной и нераспознанной врачами. Насмешливое изображение этого обморока на светском рауте перед сонмищем князей и перед русой красотой превращало эпиграмму на робкого билетриста в насмешку над его серьезной болезнью, о которой ясного представления авторы, впрочем, не имели. В мемуарах эпохи сохранилось немало свидетельств о том, как Достоевского втягивали в споры, доводившие его до внезапных уходов из общества и отказов от дальнейшего знакомства. Эта грустная сторона молодости Достоевского вызывает глубокое сочувствие к гениальному юноше, поначалу превознесенному до небес, а затем чересчур поспешно и без достаточного основания сброшенного с этой высоты и жестоко осмеянного. Врач, лечивший в то время Достоевского, Яновский, ставит довольно точный диагноз его душевному состоянию в 1846 году. Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора бедных людей, чуть ли не на степень гения, к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования, могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себе. Единственным выходом из создавшегося положения он признает полный разрыв с партией отечественных записок. Дольше других он сохраняет мирные отношения с ее главой Белинским. Но и в нем осенью 1846 года молодой билетрист разочаровывается. Это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе. 7 октября 1846 года, то есть в самый год опубликования бедных людей и двойника, он пишет брату «Петербург — ад для меня. Так тяжело, так тяжело жить здесь». Беспокойная обстановка напряженной и трудной творческой работы доводит впечатлительного и болезненного изобразителя душевных страданий почти до отчаяния. «Ты не поверишь. Вот уже третий год литературного моего поприща. Я как в чаду», — сообщает он тому же корреспонденту в апреле 1847 года. «Не вижу жизни. Некогда помнится. Наука уходит за невременьем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор дойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа, кабы покой». Этот ранний горестный опыт внезапной славы и быстрого развенчания навсегда остался в его памяти. Первое отражение этого эпизода дано в неточке Незвановой, в словах выдающегося скрипача о мытарствах своего творческого восхождения. «Таланту нужно сочувствие. Ему нужно, чтобы его понимали. А ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Ты будешь один, а их много. Они тебя истерзают булавками». В ряду ранних произведений Достоевского неточка Незваного является единственным, в котором слышатся отголоски личной творческой исповеди автора. Диалог об искусстве. Разрыв. Решающий бой с Белинским произошел на эстетической почве. Противоборство идеализма и материализма, разделявшее в основном воззрение двух писателей на коренные проблемы этики и политики, с особенной силой сказалось в их философии искусства. Именно это и определило судьбу их дальнейших отношений. Молодой Достоевский придерживался идеалистической эстетики. Ему были близки положения о свободе искусства, о незаинтересованном или бесполезном творчестве, об иррациональности поэтического акта. На таких идеях строится в основном эстетика Канта, с ее культом чистой формы, свободной игры, бесцельной целесообразности. С кантианской эстетикой было тесно связано обучение Шинлера об искусстве, как о синтезе поэзии, философии и религии. Мысль эта была близка Достоевскому уже в ранний романтический период его развития. Но он не расстается с нею и позже, когда выступает автором больших романов. Весьма существенно, что уже в начале 40-х годов он близко знакомится с трактатами Шинлера о прекрасном и на эстетическую дискуссию с Белинским является подготовленным и с определенными философскими ориентациями. Крупнейшим явлением в этой области была эстетика Гекеля. Первоисточником искусства здесь признавалась абсолютная идея, а высшим проявлением творчества – его романтическая форма. Средневековая готика, Шекспир, Рембрандт, Гёте, Шиллер. Художники этого типа не поучают и не воспитывают. Они только воплощают абсолютную внутреннюю жизнь, свободную конкретную духовность. Наиболее полным выражением этих начал является в новое время роман. Таким художником и стремился стать Достоевский, хотя в своей творческой практике он противоречил этому учению, стремясь воздействовать своим искусством на решение коренных проблем. С начала с роковых годов Белицкий отвергает теорию чистого искусства и отстаивает исторический метод в анализе художественных ценностей. Искусство выражает жизнь народа. Новая эстетика материалистична и стремится утвердить в искусстве реализм, который не только анализирует современность, но и произносит о ней свое суждение. Вот почему подлинное искусство всегда революционно. Оно взрывает прошлое, оно рвется к будущему, оно учит, воспитывает новых людей и провозглашает освободительные лозунги. На этой почве и разыгрывается идеологический конфликт романиста и критика. В свои последние годы Белинский становится непримирим борцом с романтизмом, фантастикой, идеализмом. Ему нужна точная картина современного общества для борьбы с ним. Он объявляет войну всему мечтательному, гадательному, иллюзорному. Новый же изобразитель фантастических титулярных советников принимает поэтику натуральной школы не безоговорочно, а лишь при условии сохранения своих прав на романтику, фантастику, даже психологию. Физиология Петербурга для него лишь путь к философии героя, а писательный репортаж новейших очеркистов представляется ему бесперспективным и поверхностным. Ему прежде всего нужны отвлеченности, идеи, проблемы, вопросы, утопии, теории, мечтания, гипотезы, ведущие к умственной борьбе и к интеллектуальным драмам на фоне будничных происшествий современного города. Это был особый реализм, глубокий и проникновенный, но лишь частично соприкасающийся с техникой фильетонных дагеротипов. К нему приложим термин, которым Анри Барбюс предлагал назвать стиль Эмиля Золя «реализм утопический». Вот почему система Белинского представлялась Достоевскому слишком уж реальной, не способной оценить по достоинству новейших мастеров повествования с их смелым сочетанием иррационального с реалистическим. «Я помню мое юношеское удивление», — вспоминал через двадцать лет Достоевский, «когда я прислушивался к нефтерам чисто художественным его суждениям. Речь шла об Евгении Онегине, о мертвых душах, о повестях Белкина, о коляске. Белинский, по впечатлению его слушателя, интересовался не мощной лепкой типов Гоголя, а только силой его обличения. Он отрекся от окончания Евгения Онегина, то есть осудил жертву Татьяны, принесенную ею во имя верности и нравственного долга. По свидетельству Достоевского, он расстался с корифеем русской публицистики из-за идей о литературе и ее направлении. Но на такой эстетической почве сходились узлы всех вопросов — философских, исторических, социальных, религиозных. Взгляд мой был радикально противоположный взгляду Белинского. Я упрекал его в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ее назначения, не заводя ее единственно до описания, если можно так выразиться, одних газетных фактов или скандалезных происшествий. Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому. Белинский рассердился на меня, и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре, так что и не видались друг с другом в продолжении всего последнего года его жизни. Настоевский называет свое направление диаметрально противоположным газетному и пожарному, то есть революционному. Расхождение с Настоевским по основным проблемам теории творчества подтверждает и сам автор письма к Гоголю. По собственному горькому опыту 30-х годов Белинский ощущал неверный уклон в исканиях своего молодого друга и старался удержать его от опасной ошибки, соблазниться теорией чистого искусства. «Мы сами были некогда жаркими последователями идеи красоты», писал великий критик. «Но с одной красотой искусство еще далеко не уйдет, особенно в наше время». На новый же путь Достоевский не мог вступить. Эстетическая идея оставалась для него основой не только творческой мысли, но и всего исторического процесса. Разрыв становился неизбежным. Он был предопределен всем ходом идейного развития двух мыслителей. Незадолго до разрыва с Белинским Достоевский встретил его днем у Знаменской церкви, откуда удобно было наблюдать за сооружением нового вокзала Николаевской железной дороги. Уличная беседа была короткой, но, как всегда, у них значительной. Белинский думал о росте русской цивилизации, о счастье своего народа, которое будет достигнуто не одними теориями и утопиями, но и стальными рельсами, чугунными локомотивами, гигантскими сооружениями из стекла и металла. Он понимал значение пара и электричества. Еще в 1845 году он писал, что новые пути усилением промышленности и торговли переплетут интересы людей всех сословий и классов и заставят их вступить между собою в живые и тесные отношения. Перед ним выступала преображенная техникой будущая, могучая и счастливая Русь. Достоевскому навсегда запомнились его слова «Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка. Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу. Наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце». Достоевский был тронут искренностью этой патриотической мечты. Это было горячо и хорошо сказано. Белинский никогда не рисовался. Но он не увлек молодого романиста своим видением грядущей России. Достоевский работал в это время над повестью «Хозяйка», которую Белинский вскоре отверг за ее романтизм и фантастику. Последняя встреча Достоевского с Белинским у строительных лесов железнодорожного вокзала как бы обобщает их разногласия и ярко озаряет своей прощальной вспышкой два разнородных философских типа — мыслителя-революционера и поэта-утописта. Субтитры создавал DimaTorzok